Субтитры создавал DimaTorzok Которую мы ставим сегодня перед собой Он там за главе и стоит активное долголетие Давайте правильно трактовать Смысл заключается не в том, чтобы понизить давление И не в том, чтобы боли исчезли А в том, чтобы этот человек жил гораздо дольше Но жил не прикованным к кровати, а был активным Это очень важная, совершенно по-другому звучащая цель И она современная цель Давайте начнем с простых вещей Поскольку это школа, мы разобьем ее на несколько модулей Вот что сегодня в мире известно по поводу артериальной гипертонии И ишемической болезни сердца Ну вот давайте начнем 128 лет тому назад Врачи моего поколения блестяще помнят эту фамилию Это Риворочи Это был итальянский врач, который придумал вот этот аппарат Который мы называли аппаратом Риворочи Смотрите, что он сделал Он сказал, если я перекрою артерию То я потеряю пульсовую волну Я сброшу надув манжеты И появится пульсовая волна Он был первым врачом в мире, который измерил систолическое давление Но он не мог измерять диастолическое давление Прошло несколько лет И появился великий российский врач Это Коротков И Коротков сказал, не надо пальцем определять Надо положить фонендоскоп Хотя он занимался совершенно другими вещами И мы смогли определять два давления Систолическое и диастолическое давление А в 1935 году Всемирная организация здравоохранения Постановила Единственный метод для измерения во всем мире Для измерения артериального давления является метод Короткова Вот с 1935 года весь мир изучает артериальную гипертонию Пытается понять, что в ней происходит Что мы сегодня поняли совершенно точно Вот посмотрите на самую верхнюю строчку Самая верхняя строчка говорит Что мы знаем совершенно точно Это очень печально Что огромный процент людей Которые сидят сейчас в зале Процент людей, которые работоспособны в возрасте Имеют повышенное артериальное давление Треть земного населения взрослого Имеет повышенное давление Мы знаем точно, что до 50 лет В основном гипертоники мужчины Потом они умирают До 65 лет В основном гипертоники женщины Но мы знаем еще куда более страшную вещь Смотрите на мою руку Систолическое давление нарастает всю жизнь человека А диастолическое ведет себя совершенно не так Оно нарастает до 35-40, возможно, лет Дальше плата, и потом оно начинает снижаться И мы получаем с вами снижение диастолического И повышение систолического Значит, пульсовое давление в современном мире Это типичное пульсовое давление Непрорывно увеличивается в популяции И это та проблема, с которой мы сталкиваемся с вами Высокое пульсовое давление становится доминантой Мы должны знать, что при пульсе Пульсовом давлении Больше чем 60 мм ртутного столба Аорта теряет свое демпферное свойство Это означает, что движение крови Теряет ту плавность, ту ламинарность Которая была до этого Кто на это проагирует? Первым, кто проагирует, будет микроциркуляторное русло Оно сожмется Поэтому высокое пульсовое давление очень опасно У кого в первую очередь? У больных, переживших инфаркт и инсульт Коллатуральный кровоток будет резко изменен И в миокарде, и в коре головного мозга Это очень важная особенность Есть еще одна особенность Это верхняя строчка Посмотрите на нее Это очень важно, чтобы мы заметили Если систолическое давление Будет увеличиваться на 20 мм А диастолическое на 10 мм То вероятность того, что произойдет катастрофа Смерть удваивается Таких больных очень много у нас Очень много Сколько больных приходит с давлением? 160 Мы не всегда задумываемся, что это удвоенный риск Смертельного исхода у этого пациента Поэтому на сегодняшний день Жесткость орты, которая определяет биологический возраст Становится очень значимой для нас Давайте еще раз скажем Чем выше систолическое давление Чем выше пульсовое давление Тем выше жесткость магистральных сосудов А теперь переведем это на другой язык Ты стар настолько, насколько жесткие твои сосуды Биологический возраст определяется Жесткостью магистральных сосудов С этим решили А теперь давайте посмотрим, как взаимосвязаны Сколько у нас таких больных в Российской Федерации? Вот красная стрелка, она показывает на 22-й год Мы знаем эти цифры точно Потому что это самое крупное исследование российское Мы видим с вами куда более страшные цифры Вот просто посмотрите, 52% мужчин В возрасте старше 35 лет Имеют артериальную гипертонию Это работоспособный возраст Это ближайшие годы инсульт Или инфаркт миокарда Это кормилец семье Поэтому вопрос долголетия О котором мы стали сейчас говорить Все дольше и крепче и важнее Становится действительно значимой проблемой Это наша проблема Терапевтическая проблема Что сегодня нового, принципиально нового Появилось в лечении артериальной гипертонии? Смотрите, в декабре 2023 года, не так давно Появились последние европейские рекомендации По лечению артериальной гипертонии Заметьте, написали не кардиологи эти рекомендации Написали нефрологи и специалисты по артериальной гипертонии Что они сказали принципиально нового? Они сказали хорошо известную истину Лечение в 95% случаев должно начинаться с комбинированных препаратов Монопрепарат остается только для ослабленных пациентов Или там, где это совсем-совсем невысоко поднятый уровень артериального давления Мне сказали очень интересную вещь Когда надо принимать препараты утром или вечером? В принципе, это совершенно все равно И то, и то действуют одинаково Но если ваш больной пьет препараты утром У него большая приверженность Это безумно важный момент Еще они сказали, что нужно обязательно начинать поднимать Пытаться поднять до максимально переносимых доз Но если на двойной терапии эффекта нет То надо переходить на полипил Это тройная активность Или три препарата в одной таблетке То есть они подтвердили принцип Три шага, одна таблетка Мы его очень подробно разберем Таким образом, посмотрите на геометрическую фигуру Которую вы видите в центре Мы привыкли к шестиграннику Шестигранник ушел Потому что они объединили два класса препарата в один Ингибиторы и сортаны объединили в один И перед нами квадрат Твердые жирные линии говорят Какие комбинации наиболее эффективны в реальной жизни Второй постулат, который они сказали Достижение целевого уровня артериального давления Требует понимания, что мы должны сделать Как только мы достигнем уровень 140 систолического давления Риски смерти очень значимо пойдут вниз Это первый шаг А теперь посмотрите, какой тяжелый высказан второй шаг На этом останавливаться нельзя Потому что если мы сможем понизить давление ниже То мы достигнем большого результата В плане снижения количества госпитализации Это первый пункт Смертей Второй пункт Но если больной это переносит Почему больной может это не переносить? Потому что у него есть критические или субкритические стенозы сона И начнутся когнитивные проблемы Стеноз почный Возможно Возможно его нет Мы этого не знаем Но когда вы пытаетесь понизить давление ниже чем 140 Заметьте, переносит ваш пациент это или нет Если идет ухудшение самочувствия, то лучше остановиться Потому что навредить в этой ситуации очень просто Смотрите, как сегодня прозвучало понятие Давление 130 и 80 Это та ситуация, когда мы точно можем говорить О значимом снижении неблагоприятных событий Точно можем говорить Но к этому надо стремиться Это не легкий путь Это не рутина понизить так давление Вопрос в том Трижды в том Переносит твой больной это или нет Откуда все это началось? Началось вот с этого исследования Любой студент шестого курса Должен без запинки сказать Если хочет пройти аккредитацию Что такое исследование спринт Исследование спринт прозвучало очень важно Смотрите, много лет тому назад В шестнадцатом году сказали Давайте всех больных разделим на два класса У одних будет давление 120, у других 140 Посмотрим, как они будут выживать Посмотрите, как они выживали Вы видите, куда показывает верхняя красная стрелка Вы видите синюю и желтую линию Вы очень хорошо видите, что желтая линия идет ниже, чем синяя линия То есть попытка снизить давление к 120 Привела к снижению риска смерти Сердечно-сосудистой и общей смерти Это было великолепно Это были аплодисменты А потом началось очень важное изучение деталей Первая деталь Если ты хочешь понизить давление ниже, чем 140 То, пожалуйста, знай, что есть два подводных камня Которые на поверхности Первый подводный камень – это исходная скорость клубочковой фильтрации Если она меньше, чем 45 То вероятность развития острого почечного повреждения достаточно высока Будь трижды аккуратен Трижды подуй на холодную воду Прежде чем ты примешь это решение Подумай крепко И вторая ситуация – это возраст 75 Особенно 80 лет Где вероятность развития острого почечного повреждения довольно серьезная То есть снижение давления до уровня 130 Не является простой терапией Это требует от терапевта понимания, что он делает Он несет ответственность за это Он не должен навредить пациенту Вторая особенность, которая прозвучала снова в рекомендациях Это понятие двух возрастов у гипертоника Это биологический и паспортный возраст Вот посмотрите, задумайтесь над вопросом Как вы полагаете, какой геп, какой разрыв Между биологическим и паспортным возрастом У гипертоника, которая была у вас на приеме Паспортный возраст вы видите, а биологический Биологический определяется жесткостью сосудистой стенки Вот такое довольно крупное исследование Выполненное показало Смотрите, в серые столбики Абсолютное большинство людей по возрасту паспортному Лежало в интервале от 60 до 70 лет А переведите глаза в красный столбик Он по сути один Абсолютное большинство людей попало в биологический возраст Старше 70 лет Значит, разрыв у обычного гипертоника 10-12 лет То есть он гораздо старше, чем его паспортный возраст Мы должны это твердо знать И раз мы говорим об активном долголетии То препарат, о котором мы начинаем говорить Препарат, который мы выбираем Должен изменять настолько сосудистую жесткость Чтобы мы могли вести речь о том Что вмешивается в соответствие состояния сосудов Понятие биологический возраст Это очень важный вывод Нельзя просто так назначать препараты Если, вот посмотрите, клофелин Он идеально сбрасывает давление Но никакого влияния на сосудистую стенку не оказывает Поэтому это навряд ли столбовая дорога Что появилось принципиально новое То, что взрывает мозг Это новое патогенетическое звено в артериальной гипертонии Кто еще два года тому назад или год Говорил про воспаление как системное звено В развитии артериальной гипертонии Сегодня вялотекущее небактериальное воспаление Воспринимается как новое звено в патогенезе Только больно имело циреактивный белок Больше чем два или три Довольно большое количество Это люди Что такое высокое системное воспаление Не бактериальное Это изменение синтеза оксида азота Раз так, то вся периферия спазмирована Значит, воспаление, которое вяло течет У каждого гипертоника У больного ишемической болезнью сердца Оно крайне негативно сказывается На прогнозе нашего пациента Теперь давайте задумаемся над вопросом А кто главный игрок в этом воспалении? Вот вы сейчас его увидите Это наш кишечник Флора, живущая в кишечнике Воспринимается как совершенно новая мишень В лечении больных артериальной гипертонии Сейчас у каждого сидящего в зале Примерно килограмм 200, килограмм 300 Грамм бактериальной флоры Которая находится в кишечнике Она благоприятна Она в дружбе с нашим организмом Она поддерживает иммунитет Но когда ее становится больше К сожалению, она погибает Токсины попадают в лимфоток Вызывают системное воспаление И это высказывается на синтезе оксида азота Это очень интересное Очень важное И очень перспективное направление Лечения артериальной гипертонии Теперь давайте подойдем К другому страны Пришедший гипертоник, как правило К сожалению, имеет ИБС И можно сказать наоборот Пришедший больной из ИБС Как правило, имеет артериальную гипертонию Перед нами гибердент Посмотрите на меня Гибердент был первым врачом в мире Кто заметил вот этот жест Жест больного, рассказывающего о загрудинных болях В России он называется Жест или синдром узла галстука Это очень важно Когда такой типичный жест Или жест вот такой Когда больной рассказывает о загрудинных болях И делает этот жест Это практически наверняка мы имеем дело С коронарным синдромом У нашего пациента Гибердент ввел в нашу практику Такое понятие, как грудная жаба Он описывал внезапную смерть Но самое интересное, что он говорил Почему возникает эта боль? Он считал, что она возникает из-за того Что холодный ветер дует в лицо Или потому что желудок переполнен пищей Конечно, это наивно Но 253 года тому назад Это было очень актуально Что мы знаем сегодня? Вот произошла огромная дискуссия в 23-м году Казалось бы, ничего нового не написали Но есть детали Давайте, не ленясь, просмотрим этот слайд Нам написали Что такое ишемическая болезнь сердца Вот я прошу вас посмотреть на верхнюю строчку Это нарушение коронарного кровотока Или кровотока по коронарным артеням Как хотите назовите Но почему оно возникает? Потому что есть необратимые Это очень важная деталь Необратимые изменения Это атеросклероз Есть очень важное дополнение Есть функциональные изменения Это спазм и развитие тромба Тромб, который приведет к окклюзии Или частичной окклюзии коронарной артерии Таким образом, на сегодняшний день Борьба с развитием тромбоза Становится одними из самых главных векторов В лечении больных с ишемической болезнью сердца Это один из ключевых параметров Посмотрите, вот это дополнение На необратимых и функциональных изменениях Оно очень открывает нам возможности Попробуем посмотреть вторую особенность Вторая особенность Это принято в мире В российских рекомендациях это нет Но в мире принято понятие Хронический коронарный синдром Посмотрите на мою руку Раньше мы считали, что коронарный атеросклероз Это всегда неумолимо Снизу наверх развивающийся процесс Сегодня это повернуто Это по-другому представляется Это не так Он может идти плавно развиваться Потом скачок Резкое, чудовищное ухудшение Плато, опять скачок Вот это и есть понятие Чередования острого коронарного синдрома И хронического Но самое главное Что это динамически развивающиеся болезни Ее нельзя вылечить Ею можно управлять Это правда Но вылечить ее невозможно Поэтому я вас очень попрошу посмотреть на это понятие Это означает, что этот больной пожизненно с нами И препараты, которые будут уменьшать вероятность тромбоза Это пожизненные препараты у этого пациента Никаких курсовых схем лечения у этого пациента просто быть не может Значит, второе глобальное, что появилось в ИБС Это понятие хронического коронарного синдрома Таких фенотипов шесть Они выделены здесь разными цветами Давайте начнем с шестого Это очень интересный фенотип Бессимптомные лица У них развивается У них есть бляшки Просто нет болей Прогноз не из лучших Как правило, дебют болезни Будет либо внезапная смерть Когда он клинический Либо это будет острый инфаркт миокарда Риски очень высокие Если вы выявили такого пациента Программа обследования Мы ее обсудим Она очень тяжелая для этого пациента А теперь посмотрите на самую первую Верхнюю Там красным цветом выделены Это пациенты с подозрением На ишемическую болезнь сердца У них есть симптомы Стабильной стенокардии Или И там появляется слово Одышка Или появилась одышка Если одышка появилась во взрослом состоянии И вы не видите Патологию легких То до тех пор Пока вы не опровергнете Эта одышка Начинает трактоваться Как одышка Вызванная коронарными проблемами Посмотрите Не выделенные цветом Две строки Это острый коронарный состоялся меньше года Или острый коронарный больше года состоялся Это совершенно разные прогнозы И это разные подходы Пусть эксперты ломают голову Что там сказать 36 месяцев двойная антитермоцитарная терапия Или 12 месяц обрыв И это будет отстилсилициловая кислота Плюс ревероксабан Это вопрос Отдайте это экспертам и рекомендации Но это разный прогноз Согласитесь со мной А теперь в зеленую часть Посмотрите Это у больных У которых есть клиника Но вы подозреваете Что это вазоспастический генез Этой боли Вот давайте сейчас Пусть этот вопрос повиснет в воздухе А какие вопросы надо задать пациенту В момент беседы Чтобы подумать о вазоспастическом характере Этих болей Давайте пусть этот вопрос повиснет Мы сейчас найдем на него ответ Почему так подробно надо знать Про эти фенотипы Потому что риск у каждого свой Но этот риск может возрастать Если ты забыл Что терапия пожизненная Не борься с факторами риска Но если ты с этим борешься То тогда мы уменьшаем Вероятность летального исхода У этого пациента Давайте несколько слов В истории Мы в школе сейчас Вот перед нами очень интересный Он был и биохимиком И врачом И физиологом Это Виндаус Вот он задал вопрос наивный Но это было ровно 110 лет тому назад Он сказал А еще бляшка состоит Непонятно вообще Он посмотрел Еще состоит бляшка Рядом стенка аорты И выяснилось Что в бляшке В 25 раз больше холестерина Это был первый шаг Но результирующий шаг Сделал вот этот врач Найдите студента Шестого курса Который знает Кто это такой Это камень мой огород Потому что мы не вбиваем В мозги гордость За российскую медицину Это перед нами Анечков Анечков Который первым в мире Нарисовал И описал Атеросклеротическую бляшку Вместе со своим учеником Халатовым Вывел два уравнения Первое уравнение звучит так Без холестерина Не бывает атеросклероза Чем больше холестерина Тем тяжелее выражен И ввел термин Мультифокальный атеросклероз То есть он сказал Атеросклероз развивается Не только в коронарных артериях Он поражает все артерии сразу Это одномоментно протекающий Патологический процесс Смотрите, это рисунок От руки, сделанный Анечковым Я не поленился В Ленинской библиотеке Тогда не было фотоаппаратов Он все, что видел В окулях микроскопа Он и нарисовал И нарисовал и подложку этой бляшки И как она выглядит Это, конечно, приоритет Российской медицины А это был врач Херик Который задал вопрос А почему боль возникает? Ну, растет бляшка, черт с ней Почему боль возникает? И он первый додумался До вопроса о перекрытии Коронарного кровотока Вот смотрите Сколько выдающихся открытий Было сделано Примерно сто лет тому назад Ну, очень долго созерцал мир Смотрел Блин, мы не могли управлять Ростом бляшки Статинок никаких не было Тогда все надежды Возлагались на хирургические методы Вот перед нами Грюнсик Грюнсик был Очень рано ушел из жизни Ему 42 года было Грюнсик был потрясающий хирург Который первый в мире Додумался раздуть баллон Коронарной артерии Он сдавил бляшку Он первым подал давление 10 атмосфер Сдавил бляшку И, знаете, я помню это Я был довольно молодым Ординатором тогда Я помню, какой был вообще эффект Считали, что все Ишемической болезни сердца Больше нет Потому что бляшки нет Коронарный кровоток открыт Это казалось ерундой Потому что все возвращалось В очень короткий временной интервал 10 лет была попытка Осмыслить, что мы получили Через 10 лет появился Зигвард Зигвард был первым врачом В мире в 88-м году Который оставил Коронарной артерии стенд С 88-го года Это стало рутинной процедурой И тогда тоже считали Что болезнь теперь вылечена Посмотрите фотографии Из-под стента Это атеросклеротический процесс Он неумолим Он прогрессирует Он прогрессирует И в том сосуде, где стоит стенд И в другом сосуде В котором стента нет Это системный процесс И трижды был прав Анечков Который сказал О неумолимости этого процесса И о тотальном поражении Всех сосудов нашего организма Этим атеросклеротическим процессом Давайте посмотрим Основной идеал Это Или основной посыл Это уровень холестерина А с чем мы сейчас работаем Кто к нам приходит в кабинет Посмотрите на две жирные Красные полосы Стрелки Они показывают На липопротеиды Низкой плотности Я прошу вас посмотреть На серый столбик 7 из 10 Приходящих к врачу В поликлинику Имеет липопротеиды Низкой плотности Выше целевого уровня То есть вот Каждый третий А в России Каждый второй мужчина 35 лет Имеет повышенное Артериальное давление И 7 из 8 Из 10 Имеют высокий уровень Липопротеидов Низкой плотности Наша активность Где? Что мы? Мы не можем Переломить эту ситуацию Но мы должны понять Того врага С кем мы сейчас Собираемся воевать Враг очень коварен Это очень тяжелая ситуация И посмотрите на вторую Жирную стрелку Она показывает на уровень Три глицеридов В реальной практике Давайте так При закрытых дверях Наши больные Нас не слышат Вы много видали Истории болезни Где достигнув Целевый уровень Липопротеидов Низкой плотности Кто-то задумался Ну единицы задумываются Конечно О борьбе с три глицеридами Это все остается На самотек Еще один момент Если это все так плохо То можем ли мы Найти еще одно Доказательство Тому что это не просто Статистические цифры Или мы сейчас Жонглируем Этими цифрами Посмотрите на вклад Коронарного синдрома В развитие Летального исхода Это доминанта В современном мире По сути Каждая Пятая смерть Смерть Обусловленная Стабильной Ишемической болезнью Сердца То есть мы должны Твердо понять АГ Дислепидемия И летальные исходы В современном Обществе Во многом Продиктованы Этими двумя Состояниями Что в Российской Федерации Вот это очень крупный регистр Он будет опубликован Первым В первых числа Вот перед майскими праздниками В журнале РКЖ Я хочу вам показать Что мы Что в российской популяции Вот я Смотрите за лучом 95% Имеют выраженное Поражение Не менее Двухкоронарных артерий С чем это сочетается 7 Из 10 Имеют в этот же момент Поражение Сонных артерий Каждый Второй Имеет клинически Значимое Поражение Бедренной артерии То есть Я умоляю Обратить на это внимание Больной Пришедший С жалобами На загрудинные боли Это как правило Мультифокальный Атеросклероз С поражением Других бассейнов И количество Двух бассейнов У каждого Второго Пришедшего К терапевту Трех бассейнов У каждого Третьего Пришедшего То есть Это может быть Почечная артерия Бедро Коронарка Коронарка Аорта Почка И так далее Комбинации может быть Очень много Но мы понимаем С вами Что для современного Мира Мультифокальный Атеросклероз И отсюда Риск Тромбоза И развитие Тромбов Становится Доминантой В современном мире А вот Как мы их лечим Вот красные И синие Столбики Красные Это то Что в реальной жизни Синие Это целевой уровень Липопротеиды Низкая плотность Просто сравните Эти две цифры Между прочим Они кому ходят К диетологу И не косметологу Это из кабинетов Кардиологов Так что вот Заметьте Вот эти вещи Это реальная проблема В реальной жизни То есть мы точно Понимаем С кем мы Собираемся воевать И что мы Собираемся изменить Ради жизни Наших пациентов Умирает у нас Очень много Примерно 500 тысяч Из умерших Это больные Из-за хронической Коронарной болезни Ишемической Стабильной Ишемической Болезни Сердца Я вот сейчас Хочу показать Вам Очень страшную Цифру Вот 42% Умерших От ишемической Болезни Сердца Это люди Трудоспособного Возраста Еще раз Вспомните Название Нашей встречи Продлить Активную Жизнь Продлить Активную Жизнь И к сожалению Как было В конце 80-х годов Так и сейчас Примерно В 50% Случаев Имфаркт Является Дебютом Ишемической Болезни Сердца То есть Заранее Он не был выявлен Теперь вернемся К сочетанию АГ-1 Смотрим Довольно Спокойно На этих Пациентов АГ-1 Не бог Вещь что Какой уровень Повышения Давления На эту цифру Смотрим Красный Столбик Это женщины Это сочетание АГ-1 С ишемической Болезни А теперь сюда Посмотрите Это АГ-2-4 И это сочетание С уровнем Вы просто задумайтесь Какое количество Пациентов Не имеет Просто Артериальную Гипертонию Или просто ЭБС Они идут Руково в руку А поликлиники Две трети Пришедших На прием Имеют сочетание АГ-1 С этим решили А теперь Давай Ой господи Да что ж такое Теперь давайте Посмотрим на ту цель Которую перед нами Поставили Нам сказали В 2024 году Мы должны Обязательно добиться Вот такого уровня Смертей На 100 тысяч Населения Это очень сложно Сделать Мы должны Твердо заметить Что нам нужна Не просто Профилактика Но профилактика В первую очередь Атротромботических Событий То есть мы должны Твердо понимать Что бляшка растет Но на ней Вырастет тромб И это поставит Точку И артериальная Гипертония Поощряет Рост Бляшки Ускоряет Вероятность Ее разрыва И появление Тромба На поверхности Бляшки В этой связи Что мы должны Сделать При первом Контакте С пациентом Есть ли Вопросы Которые мы Должны Обязательно Задать Пациенту Беседа И как эти Вопросы И ответы Анализ Этих Ответов Поможет нам Решать Проблемы Давайте Начнем С самого Первого Момента Большое Количество Ошибок Возникает От того Что мы Неправильно Оценили Пациента Пришедшего На прием Вот сейчас Я его Первый раз Но мне нужно Решить Это эссенциальная Артериальная Гипертония Или это Вторичная Гипертония Конечно Это очень Трудно Сделать Но посмотрите Внезапно Началось Повышение Давления Молодой Возраст Но Несмотря На это Попытки Контролировать Давление Медикаментозно Неэффективны Наиболее Вероятно Это вторичная Гипертония Или практически Наверняка Это вторичная А если Пациент Шел к этому Довольно Долго Ему Сейчас 35 Под 40 лет Давление Повышение Ну и оно И снижается На фоне Конечно Это эссенциальная Гипертония Наиболее вероятно Если можно Приготовьте Ваши фотоаппараты Или телефоны Очень важный Будет следующий Слайд Вот этот Слайд Показывает В каком Возрасте Я не знаю Что происходит Это уже Посмотрите Этот слайд Очень важен Это Какие Вторичные Гипертонии Для какого Возраста Характерны Не будем Придумывать Гипертонии Просто Мы смотрим На этот слайд Он должен быть В телефоне Когда я задумываюсь Что происходит С пациентом Я должен Свериться С этим слайдом Мне это Поможет Не ошибиться Не промахнуться Первый момент Этот решили вопрос Теперь давайте Пойдем дальше Задавать вопросы Нашему пациенту Ключевой вопрос Это нижняя строка К сожалению Мы не можем Найти ответ На эту строку Мы не знаем Вес ребеночка В момент рождения Да и свой Собственно Скорее всего Не знаем Вот смотрите Если ребенок Родился Минус один килограмм От ожидаемой Массы тела Это означает Что каждая почка Не дополучила Примерно Двести пятьдесят Тысяч клубочков Они не успели Просто развиться В момент первого Крика ребенка В каждой почке Должно функционировать Примерно Один миллион Клубочков Двести пятьдесят В левой Двести пятьдесят В правой Это пятьсот тысяч Клубочков Это означает Полпочки нет Двадцать пять Двадцать семь Тридцать лет Это довольно Злостный гипертоник Мы к сожалению Этого не знаем Его проморгали И мы его проморгали А вот вторая строка Красная Мы точно можем Найти ответ Это вопрос Как ты спишь Если у тебя храп Любой храп Любое силипопное Это жена Расскажет Этого пациента Он останавливает Дыхание во сне Но любой храп Для терапевта Сигнал того Что у него Гипер Ненормальный сон А следовательно Гиперактивирована Симпатическая Нервная система Посмотрите на этого пациента Днем у него Будет тахикардия Тахикардия У терапевта Это дифференциальный диагноз Давайте вместе Вспомним основное Анемия Да Важно Тахикардия Будет Раковая интоксикация Да Будет Гиперфункция щитовидки Да Будет Но не забываем про сон Теперь на мои руки Посмотрите У больного пульс 80 ударов в минуту Какая у него диастола Она очень короткая Миокард получает кровь Только в диастолу Сделайте пульс 60 Диастола удлинится Что будет Вы будете бороться с ишемией Гипертрофированного миокарда У гипертоника Поэтому подсчет пульса И вообще ЧСС у пациента Становится одной из глобальных проблем В пожизненном ведении этого пациента Но у него будет дневная сонливость Для него будет типична головная боль Просто задумываемся о сне у этого пациента Значит храп и слип опноя Это один из первых вопросов для гипертоника Если мы это знаем То тогда давайте сами для себя скажем А если цифра не с потолка взятая Какое количество часов сна является Ну скажем и оптимальным для гипертоника Да Очень крупные исследования ответили на этот вопрос Смотрите на эти кривые Они напоминают латинскую букву Ю Короткий сон Кривая смерти пошла наверх Длинный сон Кривая смерти пошла наверх А вот здесь 7 часов Это оптимальный сон Длительностью 7 часов Заметили это И больному подсказали Давайте дальше продолжим беседу С нашим пациентом Мы раздеваем нашего пациента Особенно если это мужчина И смотрим на его ноги Лысые, блестящие ноги у мужчины Это одно из самых ярких проявлений Мультифокального атеросклероза Послушаем бедренные артерии Там может быть, а может и не быть Систолический шум Но измерение давления на лодыжки Становится обязательным И давление на лодыжки Мы к этому подойдем Это лодыжечно-плечевой индекс Для таких больных Это будет его жизненная программа Еще один момент Важный, не торопясь Задаем пациенту вопрос Когда у тебя больше объем мочи Ночью или днем Конечно он не измеряет Но на глаз хотя бы Вот давайте вспомним Чтобы понять смысл этого вопроса Когда у больного острый гламиролонефрит Чего мы начинаем? Со строгого постельного режима Почему? Потому что в горизонтальном положении Возрастает плазматок через почку В вертикальном это не получается В горизонтальном возрос плазматок Значит если ночью возрастает плазматок И объем мочи Только не путаем с частотой мочи Испускания Это аденомопредстательные железы Объем Это возросший плазматок Если плазматок возрос То это означает только одно Количество функционирующих клубочков Очень низкое Это плохой прогноз для нашего пациента Задали эти вопросы Теперь давайте разделим гендерные вопросы Что-то будем задавать обязательно женщинам Что-то обязательно мужчинам Перед нами женщина в климатерическом периоде Нас будет волновать частота вазомоторных синдромов Сколько у нее? Если у нее два вазомоторных синдрома в среднем в день Не забывайте, что с очень большой вероятностью У нее ночное повышение артериального давления И СМАТ здесь показан Второй вопрос Когда у нее возникла недостаточность яичников Например, она может прийти в 35 лет С недостаточностью яичников Это важный вопрос Потому что вы сейчас увидите страшную цифру Сколько лет Умножьте на 3 до 45 лет Когда возникла недостаточность Настолько возрастает вероятность Катастроф сосудистых у этой женщины Что мы можем сделать? Охать-ахать? Навряд ли Мы можем ее точно отправить к гинекологу-эндокринологу И в этой ситуации оправданно и осмысленно Заместительная гормональная терапия Сейчас не надо говорить заместительная Сейчас говорят МГТ Терапия, гормональная терапия Которая позволит, наверное, нивелировать эти симптомы Давайте следующий вопрос зададим И вот следующий вопрос будет касаться того Как протекла беременность Было ли повышение давления? Раз, преэкламсия была Экламсия была, если была Мы все точно помним, что у нее будет С высокой вероятностью гипертония Ближайшие 5-7 лет после родов А что мы должны знать еще? Мы должны знать важную вещь У этой женщины Здесь не случайно нарисован ортальный клапан Возрастает фантастический вероятность Стеноза ортального клапана Поэтому аускультация второй точки И поиск систолического шума ортального стеноза Такой женщины становятся обязательной процедурой Хоть она пришла с совершенно другими жалобами И еще один клапан влетает в этот процесс Это метральный клапан Там быстро развивается метральная регургитация Вот решили этот вопрос Следующий вопрос Что делать с такой женщиной? Ну, послушали Есть стеноз, нет стеноза Но мы точно знаем Что даже при умеренном сердечно-сосудистом риске Эта женщина будет отправлена к кардиологу Или терапевт примет решение Так написано в рекомендациях О начале статинотерапии У нее очень высокий сердечно-сосудистый риск Значит, вот эта гендерная часть мы выяснили Давайте подойдем дальше Синдром поликистозных яичников Написан на лбу Можно быть дерматологом Но распознать синдром поликистозных яичников Синдром поликистозных яичников Это мгновенно вопрос скорости развития Атеросклероза и атеротромбоза Это резко возрастающая проблема И здесь, конечно, или вопрос к гормональной терапии И пожизненного наблюдения За развитием сосудистых проблем Для женщин довольно новый для нас синдром Он не на слуху у терапевтов Этот синдром называется Минока Давайте его расшифруем Минока – это инфаркт миокарда Без окклюзии коронарных артерий Для женщин характерен диффузный атеросклероз Очень редко возникает в климактерическом периоде Полное закрытие коронарной артерии Диффузный характер атеросклеротического процесса И отсюда совершенно другие жалобы Они притупляют нашу бдительность Она может использовать 5-6 прилагательных Чтобы описать неприятные ощущения за грудиной Но это не должно притупить нашу бдительность Женщина в климактерическом периоде Дала изменение уровня липопротеидов Низкой плотности Артериального давления и триглицеридов Она опасна, поэтому любые жалобы За неприятные ощущения за грудиной В левой половине грудной клетки Становятся для нас обязательными Для детального обследования этой пациентки Теперь перейдем к мужчинам Самый главный вопрос – это Есть ли эректильная дисфункция? Те, кто работают в реальной жизни Знают, что правдивый ответ Невозможно получить практически никогда Но если вы получаете честный ответ Посмотрите внизу, довольно страшные цифры Если эректильная дисфункция возникла В обозримой от двух до пяти лет Состоится сосудистая катастрофа Это страшные вещи Но вот такая гендерность различий При сборе анамнеза Это очень серьезно помогает нам Понять, что происходит с пациентом А теперь давайте попробуем Побеседовать по поводу Ишемической болезни сердца Вот я очень прошу вас сейчас Посмотреть внимательно за лучом Посмотрите, что нам здесь пишут Когда разникает боль при физической нагрузке Давайте детализировать Нагрузка интенсивная Быстрая Или длительная И мы эти три вопроса должны задать Потому что у человека может быть Совершенно по-разному Триггер, который запустит боль Эти три слова обязательно задаются Если боль возникла при физической нагрузке Которая стала превосходить Привычную физическую нагрузку То мы тогда подумаем Что это первый функциональный класс По крайней мере Первый контакт Позволит мне задуматься об этом Давайте продолжим сбор Не, нам он говорит совершенно по-другому Я могу точно сказать Что вот при скорости 80-100 шагов в минуту Еще ничего Но вот чуть-чуть подойду к цифре 100 шагов в минуту Это сразу Это как бы звоночек У меня сразу же появляются Неприятные ощущения Позадайте вопрос Через сколько часов После пробуждения Возникает эта боль Чем раньше Тем хуже прогноз Обязательно после еды Боль усиливается Если да Это хуже прогноз у этого пациента Но ключевой вопрос Это скорость движения И расстояние Которое он проходит 500 метров И скорость до 100 шагов Если это так Он попал во второй функциональный класс Третий функциональный класс Здесь значительное ограничение Это уже точно Он расскажет сам Или тот кто его привел Расскажет вам Что это действительно Это уже до 500 метров Это уже редко Это от 100 до 500 метров Он может пройти И это уже проблемы Трудность подняться Один пролет Лестница 11 ступеней Ему трудно подняться На эти 11 ступеней И самый страшный Четвертый функциональный класс Он практически без чужой помощи Жить уже не может Потому что он не может принять душ Он не может что-то сделать Таким образом Смысл первых вопросов Если есть боль То понять какой это функциональный класс Теперь вторые вопросы Которые позволят подойти К какому-то аспекту диагноза Давайте начнем вместе Дискомфорт в груди есть Но попросите описать этот дискомфорт Какими прилагательными Человек будет описывать этот дискомфорт Давление, сжатие, тяжежение Второй вопрос Сколько минут Вы прекратили А через сколько минут Это пройдет Как прекратили Начнет проходить Сколько длится 10-15 минут Свяжите вот эти три слова С 10-15 минутами Зачем вы это сделали Вы довольно быстро Приняли решение Что наиболее вероятно Это стенозирующий атеросклероз Простые вопросы Но кардинальное решение За стенозирующим атеросклерозом Последует Наверное Больше мысли о коронарангиографии В то направление вы пойдете Давайте еще раз посмотрим Это ключевые вопросы Вы просите описать То, что он ощущает Как неприятные ощущения Смотрите, какие слова Давление, сжатие, тяжежение Возникает на фоне нагрузки Продолжается не более 10-15 минут Вы подумали о стенозирующем Уточняйте Попросите его Уточнить Запускается боль нагрузкой? Да Но Сразу В момент нагрузки боль? Нет Она возникает чуть позже После нее Принимали нитраты? Принимал эффект? Есть никакого? О чем вы подумаете? Это микрососудистое Простые вопросы Но второе решение Микрососудистое Вы уйдете в зону Протекции кардиомиоцитов Вы будете думать Об этаблокаторах Об удлинении Длины диастолы Давайте дальше пойдем Боль возникает Да, дискомфорт Но когда возникла? В покое В покое Какая интенсивность? Низкая Попросите его описать Боль возникла Она нарастала, нарастала А потом стала медленно спадать Сколько минут? 10-15 Она потом уничтожается О чем вы думаете? Это спазм коронарных артерий Спазм коронарных артерий Вы подумаете о антагонистах кальция Вы задали простые вопросы И построили три вектора В рамках первого контакта С этим пациентом Попробуем с вами Отстей Очень много ведь больных будет приходить Которые будут очень живо описывать Красочно описывать Никакого отношения к коронарным делам Не будут иметь эти боли Давайте начнем Первое Больше чем 30 минут Уже очень крепко Сомнительно Если он пришел к маме Рассказывает об этом Это скорее всего Не коронарная боль То слева То справа Это очень не характерно Для коронарных событий Боль носит Очень важно Локальный Пальчиком показывает Где боль Нет гиберденного жеста Пальцем показывает Это скорее всего Не коронарное дело Конечно надо будет Уточнять Но тем не менее Нет эффекта Нитроглицерина Самое простое Надави Боль усилилась Это точно не твой пациент Это не коронарная боль Теперь введем Два термина Они очень важны Что такое Типичная стенокардия И что такое Атипичная Вопреки Распространенному мифу Атипичная Это не очень страшная Стенокардия Типичная Это когда Три параметра Соответствуют Описанию стенокардии То есть Спровоцирована Длительность Эффект нитратов Атипичная Когда есть Два из трех параметров И совсем нетипичная Не ангенозная Нетипичная Это когда есть Один параметр Давайте это запомним Это сейчас будет Крайне необходимо Когда подойдем К таблице Предтестовой диагностики Но все-таки Вернемся к алгоритму Сейчас первый визит Он у вас в кабинете Да никакого эха У меня еще нет Никаких других Исследований нет Мне нужно принять Стратегическое решение Это мой пациент Это коронарные дела Или нет Если есть Триада Выделенная синим цветом Мы ее подробно разобрали Есть Провоцкация боли Нагрузкой Стрессом Есть определенная Продолжительность Есть эффект Вы имеете все Основания Чтобы поставить Предположительный Диагноз ИБС И что сделать Начать лечение Этого пациента Потому что Пока вы будете Будет ждать Пока ему Сделают эхо И другие методы Исследования Не дай бог Он умрет Или не дай бог Будет инфаркт Миокарда Поэтому эти Три симптома Достаточны А дальше Вы будете Прогонять Этого больного По предтестовой Диагностике Что такое Шкала Предтестовой Диагностики Это особая шкала Но чтобы к ней Подойти Мы должны Уже иметь Вероятность Того Что мы держим В руках Коронарный синдром Давайте еще раз Посмотрим На эти три признака Они очень важны Для нас Типично возникло Типично продолжается Типично нивелируется Препаратами нитратов И вот перед нами Шкала Предтестовой Диагностики Конечно Она есть в рекомендациях Но Далеко не всегда Удается почитать Рекомендации Здесь видите И серые Клеточки И красные Клеточки Красные Клеточки Это вероятность Того Что у больного Есть Ишемическая болезнь Сердца Больше 15% А серые Это от 5 до 15 Но как посчитать Куда положить Своего пациента Мы смотрим сюда Какая стенокардия Мы так долго Разбирали Анамнез Чтобы понять Какая перед нами Стенокардия А здесь мы смотрим Гендерную принадлежность Мужчина Женщина А это возраст Любой пациент Попадет В какую-то ячейку Вы увидите В ячейке проценты Либо больше 15 Либо от 5 Меньше чем 5 Это маловероятная ситуация Вот вы сейчас Определились Ваш больной Попал в какую-то ячейку Не торопитесь Не торопитесь Сразу же Принять окончательное решение Подумайте Есть ситуации Которые резко Повысят Процент А есть ситуации Которые его понизят Давайте в красную зону Пойдем Что будет повышать Это фактор риска Сердечно-сосудистых событий Например У него там стоит 12 Но он курит Резко возрастает Вероятность Посмотрите На наличие Зубца Ку Или сегмент СТ Вы смотрите ВКГ И видите И так ясно Что это очень Высокий риск Несколько вопросов Связанных с кальцинозом Коронарных артерий Завтра у вас Не будет этого И далеко не у всех Пациентов будет Кальциноз Анализ кальциноза Но если есть Допомним цифру Если это больше Чем 100 баллов По шкале Агастона Это 100% Сосудистая катастрофа Это 100% Болезнь Что снижает риски Но отрицательные результаты Исследования И Агастон Равны 0 баллов Это очень редко В реальной жизни Это только у молодых В основном Хорошо Решили Мы понимаем Что цифра истинная Или неистинная Ее надо усиливать Увеличивать А теперь давайте Принимать решение Вот мы сейчас Чаще всего Вы будете видеть Пациента вот здесь Либо здесь Либо здесь Что нам пишут Дополнительные Специфические методы Изволь провести У этих пациентов Они будут обязательны Это будут неинвазивные Да Неинвазивные Но визуализирующие тесты Ты должен решить этот вопрос Потому что больной Требует уточнения А вот если это меньше Пяти Нет никаких факторов риска Но это Не имеет он отношения Коронарным делам Поэтому сконцентрируемся На этих пациентах Какая у нас тактика Излюбленная тактика Направить на коронароангиографию Не делайте этого Коронароангиография Это не есть метод Номер один В диагностике Этих больных Мы начинаем С санамнеза Мы поставили этот диагноз Мы должны Раз поставили То начинаем Медикаментозную терапию Если нет эффекта Медикаментозной терапии Мы параллельно проводим Визуализирующие методы Но нет эффекта От медикаментозной терапии Мы начинаем думать Что происходит с пациентом Не пьет препараты Пьет препараты Пьет препараты Тогда в такой ситуации Симптомы сохраняются Тогда я поставлю вопрос О коронароангиографии Но только тогда поставлю. Есть ещё один момент. Давайте посмотрим сюда. Слово «рефрактерность» появляется как обязательное. Рефрактерность к тому, что я ему назначил. И первую линию, и вторую линию. Рефрактерный пациент. Да, без разговоров. Коронароангиография в этой ситуации. Если выполнил, нашёл стенозы, я поставлю вопрос о восстановлении коронарного кровотока. Посмотрите на эту этапность. Этапность оправдана. У нас неоправданно начинается это с коронароангиографии. Это абсолютно бессмысленное занятие. Возвращаемся в кабинет. Теперь мы смотрим на больного. Обязательно достаем сантиметр и измеряем его. Измерили окружность и окружность бёдер. У нас две окружности. Разделите окружность талии на окружность бёдер. Сейчас на меня посмотрите, пожалуйста. Большое количество пациентов придёт к вам с большим животом. Надо знать, как измерить у них окружность талии. Она измеряется через три точки. Два крыла подвздошной кости и пупок. При ожирении синдром фартуков. Пупок съезжает вперёд и вниз. Значит, линия будет косая. Вы измерили окружность талии. Разделите окружность талии на окружность бёдер. Если цифра у вас приближается к единице, это уже, к сожалению, весьма печально. Это говорит о том, что это морбидное ожирение. Вот мы подошли к понятию морбидного ожирения и подошли к понятию, что морбидное ожирение, как правило, потенцирует развитие атеросклероза. Мы уже говорили про лысые, блестящие ноги у мужчины. Но я задумался, да, вот я вижу этого больного с большим количеством факторов риска. Где лежит манжета? На голени. Смотрите, где стоит фониндоскоп. Это единственная точка, где вы выслушаете удары. Вы измерили систолическое давление на лодыжке. Всем не надо. Там, где высокое подозрение на пультифокальный атеросклероз. Измерили здесь, сняли манжету. Измерили на плечевой артерии. У вас два систолических давления на плечевой артерии и на лодыжке. Разделите давление на лодыжке на давление на плечевой артерии. Вы получаете лодыжечно-плечевой индекс. Если он меньше, чем 0,95, это абсолютный признак тяжелого мультифокального атеросклероза. Это проблемы ортостатического падения давления. Это проблемы ментальности. Это проблемы каких-то сосудистых бассейнных катастроф. Решили этот вопрос. А теперь, дорогие товарищи, давайте наивный вопрос решим. Больной у меня, вот уже второй, третий визит. Он получает препараты. Давайте решим. Я лечу его, я достиг давления 130-80. Могу я сейчас сам себе сказать, что я добился стабилизации? Нет. Почему? Потому что я не знаю, какое у него давление ночью. Посмотрите на мою руку. Давление должно быть, это день, но ночью должно быть вот так. Если у вас ночью нет снижения давления, то вы не понизили риски смерти. Так как могли понизить, ваш больной остается либо нон-диппером, либо, не дай бог, найтпикером. Поэтому для нас очень важно добиться вот эту двойную. Смотрите, двухфазность давления. Это безумно важно для нас. Зная ночное давление, мы не можем высказаться, достигли ли мы максимального успеха. Вот мы вводим с вами слово «диппинг». Важное слово для нас. Диппинг – это способность каждого сидящего в зале снижать давление в ночные часы. Очень много людей потеряло эту способность. Смотрите, что это такое. Вот мы сейчас глазами поймали вот эту линию. Светлые треугольники. Они явно ниже, чем днём. Эта способность удовлетворена. Диппинг есть. Вы снизили давление ночью. А теперь посмотрите на светлые круги. Что днём, что ночью. Один и тот же уровень. Нон-диппинг. Значит, вы резко увеличили вероятность нарушения мозгового кровообращения. Посмотрите на тёмные круги. Это найтпикер. Это совсем страшно. Это наиболее вероятно смерть в ранние утренние часы. Вы определили с этим. То есть профиль ночного давления является обязательной в трактовке, пожизненной трактовке нашего пациента. Насколько надо сбросить? На 10-20%. Тогда мы точно скажем, что препарат, который мы дали, правильный. Давайте сделаем из этих слайдов правильный вывод. Если я назначаю терапию, я должен быть уверен, что назначенный препарат работает 24 часа. Если он работает меньше, значит, я не перекрываю ночь своего пациента. И это важный взгляд на препарат, профессиональный взгляд врача на этот препарат. Но я не вижу больного. Первый визит, он только что пришёл ко мне. Могу я сказать, что есть такие фенотипы, где вероятность ночного неснижения очень высока. Это нарушенный сон. Это в первую очередь. Вспоминайте, что такая, знаете, суточная работа – это довольно большая проблема в этой ситуации. Ожирение. Абдоминальная форма ожирения чрезвычайно опасна. Высокое потребление соли. Все сидящие в зале съедают примерно 12,5 грамм соли каждый день. Норма – 5 грамм. Молодое поколение ест гораздо больше, потому что склонно к фастфуду. Это проблема. Вообще надо запомнить, что соль – это консервант, который использует в промышленно приготовленных продуктах. Теперь вниз посмотрите. Очень большого объяснения требует девятая строка. Пожилой возраст. Я уже говорил, когда мы родились, в каждой почке должен был работать 1 миллион клубочков. Вот мы дожили до 30 лет. Живы, здоровы, всё в порядке. С 30 лет каждый год мы будем терять 1% клубочков без всякой болезни. Это естественный процесс старения. К 70 годам мы потеряли 40% клубочков. Плюс неконтролируемая гипертония – это очень большие проблемы. Поэтому пожилой возраст, как правило, имеет проблемы со способностью снижать давление в ночные часы. Вот попробовали это определить, посмотрели на больных. И вторая напасть, которую нам нужно знать – это раннеутренний подъём, синдром утреннего прилива, morning search. 4.30, 5 часов утра. Посмотрите на СМАТ. Есть там подскок давления? Есть. Значит, препарат не работает, который вы ему дали. Не те часы у этого препарата. Или не пьёт этот препарат. Но это плохой прогностический признак. Будьте очень аккуратны здесь. Несколько слов о другой трактовке пациентов с гипертонией белого халата и маскированной гипертонией. Гипертония белого халата. Как мы трактовали? Ну, это его психологические особенности. Он пришёл, он психует перед кабинетом врача, ему померили давление, оно высокое. Он ушёл, всё нормально. Это не так. Сегодня это требует совершенно по-другому посмотреть на этого больного. Оцените, есть ли у него поражение органов мишени, и есть ли у вашего пациента высокий сердечно-сосудистый риск. Даже если давление поднялось немного, но у него есть эти параметры, сложите одно к одному, вы начнёте его лечение медикаментозное. Вот давайте ещё раз сделаем акцент. Гипертония белого халата при наличии факторов риска и поражения органов мишени требует медикаментозного лечения. Вторая гипертония. Это гипертония маскированная. Как правило, это люди социально успешные. Это молодые люди, облечённые большим уровнем власти, ненормированный рабочий день. Они пришли к вам, у них высокое нормальное давление. Мы довольно спокойно на них смотрим. Но вы оставите ему смат, и там вы видите совершенно чётко повышенное давление. Смотрите, такой больной без разговоров требует медикаментозного лечения. Потому что у вас вроде высокое нормальное, в течение дня он даёт скачки давления. Это обязательность медикаментозной терапии. Вот это два очень важных акцента в повседневном ведении таких пациентов. Следующий вопрос. Он ещё сидит у нас в кабинете, это первый визит. Давайте наивный вопрос. Кому надо измерить сидя, а кому сидя и стоя? Мы измеряем давление сейчас сидя, он сидит. Я не снимаю манжетку, включая кнопку надува и прошу его встать. Он встал, систолическое давление упало на 20, диастолическое на 10. Это больной склонный к ортостатическим реакциям. Что нужно сказать этому пациенту? Первое. Будьте очень аккуратны со стартовой терапией. Будьте очень аккуратны. Навряд ли вы начнёте с двойной терапии. Вы начнёте с одного препарата. Всегда помните об этом, потому что ортостатическая реакция может случиться когда угодно. Второе. Научите этого больного вставать из кровати. Не поленитесь. Сделайте это. Он должен лечь на бок, подтянуть ноги к брюшной полости, выдавить депонированную кровь. Сесть на край кровати после этого, посидеть, только после этого встать. Дайте простой бытовой совет. Поинтересуйтесь, какие он туфли носит дома. Домашние тапочки не могут быть без задников. Это увеличивает риск падения. Спросите, есть прикроватный коврик? Есть. Выкиньте его. Потому что прикроватный коврик увеличивает риски падения вашего пациента. То есть дайте ему простые человеческие советы. Это улучшит его качество жизни. Решили вопрос. Теперь факторы риска. О, как здесь много изменений появилось. Прямо вот на глазах за последние месяцы. Посмотрите, сегодня у нас 16 факторов риска, а здесь всего лишь 5 фромингемских факторов риска. То есть как на дрожжах всё растёт. Давайте на некоторых остановимся, потому что они требуют больших наших усилий. Первое. Начнём со слова «миграция». Человек, меняющий привычный географический уровень жизни, географическую зону, подвергает себя риск увеличения артериального давления. Окружающая среда – это шум. Как промышленный, так и городской шум. Это увеличивает вероятность гипертонии. А теперь давайте к другим, принципиально другим трактовкам. Другая принципиальная трактовка – это мочевые кислоты. Если раньше говорили, пока нет артрита, мочевая кислота не лечится, сегодня так больше никто не говорит. Есть высокий риск, мочевая кислота лечится. И мы к этому подойдём. Липопротеин амалая. Я несколько раз сделаю акцент на этом очень важном параметре. Как написали в законе, у каждого взрослого хоть раз в жизни должен быть определён уровень липопротеина амалая. Мы понятия не имеем, какой у нас уровень, но если он больше, чем 50, то это довольно печальная жизнь. Мы должны об этом знать. Хорошо. Что ещё здесь? Появляется конкретная цифра. Пульс 80 ударов в минуту. Это короткая диастола. Довольно важный раздел семейный анамнез. И сосудистые катастрофы молодом возрасте у прямых родственников, у родителей, диабет, ранняя менопауза, о которой мы сегодня говорили. То есть вот эти параметры – все то, что нужно собрать при сборе анамнеза и беседе с пациентом. Некоторые другие акценты. Посмотрите на больного с абдоминальной формой ожирения. У него появляется такое понятие, как неалкогольная жировая болезнь печени. Она обязательно присутствует у этого пациента или практически наверняка присутствует. Это резко ухудшает его прогноз, потому что изменяет липидный профиль этого пациента. Итак, здесь появилось слово COVID-19. Вот как показали крупные исследования, первая и вторая волна COVID-19 оказала очень неблагоприятное влияние на уровень липидов. Примерно 27% увеличения исходного уровня липопротеидов низкой плотности и триглицеридов. Помните об этом? Решили. Вопрос. Мигрень требует расспроса. В первую очередь у женщин мигрень с саурой воспринимается как один из самых тяжелых таких факторов, сопутствующих факторов негативного течения гипертонии. Две цифры. Давайте запомним. Пульсовое давление не должно быть больше, чем 60. Скорость пульсовой волны не должна быть больше, чем 10 метров в секунду. Это ухудшит прогноз наших пациентов. А теперь подводим итог. Мы беседовали с пациентом, потратили, наверное, минимум 15 минут на эту беседу. Что мы должны знать? Все, что мы знаем о сахарном диабете, мы точно должны понять, есть ли избыточная масса тела, какой уровень артериального давления. Здесь посмотрите, анемия. А сейчас мы начинаем говорить про анемию, потому что любая анемия – это фактор ишемии периферических тканей, и это резко, негативно ухудшает прогноз больного с ИБС и артериальной гипертонии. Семейная форма гиперхолестериномии. Мы остановимся на этом. Я сейчас прошу всех вспомнить, есть ли в телефоне шкала голландских липидных клиник. Скорее всего, нет. Но я вас очень попрошу дома, вечером, поставьте себе в телефон эту шкалу. Больных надо опрашивать. Особенно если уровень холестерина в районе восьмерки. Это очень часто просмотренная в детстве семейная гиперхолестериномия. Семейная. Это требует нашего пристального внимания. Подойдем к нескольким новым акцентам в контексте ожирения. Мы сейчас смотрим на этот розовый цвет. Розовый цвет – это абдоминальный жир. Давайте ответим на простой вопрос. Где этот абдоминальный жир сейчас находится? А правда где? Все вспоминают сальник, межкишечное пространство. Давайте вспомним почку. Все, кто ходит в патанатомию, помнят, как патанатом пытается ножом разрезать почку. С каким трудом ему это удается сделать? Потому что капсулу адипоза разорвать очень сложно. Ее нельзя растянуть. Но чем больше жира, тем больше сдавливается ткань почки. Чем больше она сдавливается, тем больше нарушен венозный отток. А это означает, что резко возрастает активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Если вы видите такого больного, подумайте о сартанах, подумайте о ингибиторах АПФ. Еще одно место локализации жира. Это самое страшное, давайте назовем это так. Это жир, который лежит между тканью миокарда и перикарда. Там может быть 50-60, а может быть 1400 кубических сантиметров этого жира. В чем проблема этого жира? Этот жир не имеет никаких септ. Он обволакивает коронарные артерии. И поэтому токсины, вырабатываемые этим жиром, маркеры воспаления, активные биологические молекулы по вазовазорам попадают в коронарные артерии. Посмотрите на выраженность этого воспаления. Это прижизненные биоптаты. Это страшная проблема. И до тех пор, пока больной не похудеет, его коронарные артерии будут зависеть во многом от того, что вот эти токсины будут выделывать с ними. И еще одна особенность. Этот жир, как раковая опухоль, может мигрировать. Он мигрирует в миокард предсердий. Отсюда возникает массовый риск. Возрастает фибрилляция предсердия. Жир будет нарушать проведение электрического импульса. Поэтому понимаем, что ожирение – это гораздо глубже, чем просто какие-то проблемы избыточного жира. Смотрим на тело. Вот эта черная полоса – ни грязь, ни загар. Это черный акантос. И если черный акантос появился, он никуда не денется. Это жизненно. Черный акантос – это абсолютный признак инсулинорезистентности. То есть посмотрели на ноги, посмотрели на кожу этого пациента, оценили. Но теперь нам надо принять историческое решение. У моего больного есть метаболический синдром или нет? Есть. Другой прогноз. Нет, но я буду по-другому смотреть на этого пациента. Здесь вы видите красную и голубую полосу на этом слайде. Давайте посмотрим, что в красной. Я ведь померил окружность талии. Я знаю, что у мужчины не должно быть больше, чем в 94, а у женщины больше, чем в 80 см. Если больше, это еще не метаболический синдром. Но подозрение. Тогда я смотрю в голубую часть. Я здесь вижу желтый цвет и белый цвет. Желтый цвет как хочешь, измеряй уровень глюкозы. Например, глюкозоплазмы натощак. Например, гликированный гемоглобин. Глюкозотолерантный тест. Все равно. А белое – это три строчки. Это липиды, липопротеиды низкой плотности, три глицериды, липопротеиды высокой плотности. И четвертая строка – это артериальное давление. Смотрите, как написано в законе. Если два любых параметра из голубой части, любых, плюс не та талия, то ты поставишь диагноз метаболический синдром. Поставил метаболический синдром, ты несешь ответственность. Первое, что ты должен ответить самому себе – какова вероятность того, чтобы у этого больного разовьется в ближайший год сахарный диабет. Сахарный диабет для того, чтобы развился, надо, чтобы ты принял, взял соответствующую шкалу и посчитал риски возникновения сахарного диабета. Но сплошь и рядом вы будете видеть вот эту цифру. От 6,1 до щековой глюкозы и до 7-ки. Хотя нет никакого диабета. Есть уже диабет. Это просто первая стадия. Ну, условно называется преддиабет. Преддиабет – это очень серьёзная проблема. Борись с факторами риска. И ты должен знать, что это сейчас твоя ответственность. Снижение веса, возможно назначение препаратов, которые будут нормализовывать уровень глюкозы. Но борись за этого пациента. Второй акцент. Мы говорили – это мочевая кислота. Раньше говорили – не лечи, пока нет артрита. А сейчас говорят, это не так. Если высокий сердечно-сосудистый риск, ты должен знать, что целевой уровень 300. 360 – это сплошь и рядом, но это недопустимо. Ты должен снижать. Диеты можно снизить? Ну, конечно, на какой-то процент, но вылечить радикально невозможно. Поэтому надо думать о медикаментозной терапии. Сделайте обязательно скриншот вот этого экрана. Вы сейчас видите вот эту часть этого графа, этого алгоритма. Вы видели большой уровень мочевой кислоты и задали себе вопрос. Она бессимптомная? Да. Артритов нет. Тогда какой риск у моего пациента? Высокий, очень высокий. Да я говорю, целевой уровень ниже, чем 300. И если так, я начинаю его лечить медикаментозно. А как медикаментозно его лечить? Первый препарат – это алопуринол. Чтобы назначить алопуринол, терапевт должен вспомнить. Критерием назначения является скорость клубочковой фильтрации. Если она низкая, то алопуринол можно назначать хотя бы через день или раз через два дня. Но вы должны знать это. Можно просто резко ухудшить функцию почек этого пациента. Мы понимаем это. И второй момент. Если у этого больного такая большая проблема с почками, у тебя есть выбор препарат, который 50% выводится через почки. Но послушайте, как изменился акцент. Никто больше не говорит. Мочевая кислота, пока не заболел сустав, оставь его в покое. Больше так не говорят. Мы сделали ещё один акцент. Давайте к курению подойдём. Что мы ставим? Мы ставим галочку. Курит, не курит. Этого маловато. Очень важно знать такой параметр. Он так и называется. Количество пачка лет. Да, немножко режет слух. Но тем не менее. Что такое пачка лет? Это дробь. Наверху в числителе стоит, сколько лет ты куришь. И сколько ты выкуришь сигарет в сутки. А в знаменателе всегда цифра 20. Потому что 20 сигарет в каждой пачке. Посчитайте. Всё, что больше, чем 10 – чудовищные риски. Вообще должно быть ноль. Но всё, что больше, чем 10 – это мгновенно. Чудовищные риски. Тут же появились всякие напасти. Первое – это пассивное курение. К сожалению, семья, где один курит, все остальные члены семьи имеют вот настолько риск, увеличенный риск сосудистых катастроф. Это очень печальный факт. Об этом надо говорить, потому что на это мало кто обращает внимания. И ещё одна напасть появилась – это бездымный табак. Вы это видите сплошь и рядом. Бездымный табак в современном мире тоже увеличивает. И существует связь смертельная ИБС с нюхательным табаком. Там вообще чудовищный уровень – 37%. То есть мы таким образом… Всё, что связано со словом «табак», должно быть проклято. Потому что это увеличивает риски смерти у наших пациентов. Это так. Подойдём к некоторым органам и акцентам, которые появились. Посмотрите, это умерший клубочек. Вместо него соединительная ткань. Мы здесь ничего сделать не можем. Но мы можем задать вопрос. А что делается с клубочками вокруг этого умершего клубочка? Посмотрите на их размеры. Они резко увеличены. Там гиперфильтрация. Гиперфильтрация. Мы делаем второй вывод. Если есть гиперфильтрация, клубочки долго жить не будут. Они будут довольно быстро умирать. Что нам нужно знать в этот момент? Спросите, что он пьёт ещё. НПВС пьёт. НПВС убьют эти клубочки. Поэтому мы должны максимально… У него болят суставы, он нам не верит. Ну, хоть вплоть до консилиума. Но, пожалуйста, вводите его от НПВС. Находите альтернативные методы. Или переводите на аппликационные формы. Они, конечно, гораздо слабее, чем принятый пероз. Но мы должны знать, что любой молекулы НПВС добивают эти клубочки, которые находятся в гиперфильтрации. Что нужно знать терапевту, чтобы не входить в очень трудную физиологию работы почек? Вот давайте посмотрим на разрез клубочка. Вот это приносящая артерия. Посмотрите, пожалуйста, на её диаметр. Огромный диаметр. Он ровно, ровно, математически ровно. В два раза больше, чем диаметр уносящей артерии. Это важный физиологический закон. Кровь пришла по широкой артерии, распалась на петле клубочка, испытывает лёгкое затруднение, чтобы уйти в узкую артерию. Возникает градиент давления. И сейчас, в эту секунду, этот градиент давления у каждого сидящего в зале фильтрует мочу в капсулу Баумена-Шумленского. Что будет у гипертоника? Что будет у больного с абдоминальной формой ожирения? У женщины, у которой был токсикоз второй половины беременности? Ангиотензин-2 сожмёт уносящую артерию. Возникла ловушка. Посмотрите, что произойдёт. Ловушка возникла, потому что спазмирована эта артерия. Кровь пришла, уйти не может. Петли переполнены кровью. Они начинают давить на структуру клубочка. Давайте остановимся. Как давить? Что это такое? Что происходит? Мы в этот момент в моче можем увидеть молекулу альбумина. Это катастрофа. Чтобы молекула альбумина появилась в моче, посмотрите на мои пальцы. Что должно произойти? Она должна пролезть, не маленькая молекула. Она должна пролезть между эндотелиальными клетками в петле капилляра. К петле капилляра прилежит трёхслойная мембрана. Она пролезет через трёхслойную мембрану. Дальше лежат ножки подоцитов, которые имеют электрический заряд и отталкивают молекулу альбумина. А она пролезла. Вы представляете, какие структурные изменения произошли в почке? А у нас требуют, чтобы мы определяли с вами альбумин в моче. И если мы видим альбумин в моче, то мы как терапевты должны понять, с чем мы столкнулись. Я могу изменить эту ситуацию? Да. Я должен открыть уносящую артерию и сбросить давление внутри клубочка. Кто открывает уносящую артерию? Ингибиторы и сортаны. Им немножко помогает молекула лерконедипин, антагониста кальция, но ключевые – это ингибиторы и сортаны. Они открывают эту молекулу. И тогда мы действительно сделаем всё, чтобы уменьшить появление белка в моче. Как оценить функциональное? Давайте запомним простую вещь. Если белок в моче – это повреждение почки. Если скорость падает – это функциональные нарушения. Как считать скорость клубочковой фильтрации? Вот здесь возникает несколько ошибок в реальной практике. Перед нами формула, которую нам били в голову на третьем курсе. Это формула Кокрафта-Голта. Формула Кокрафта-Голта не считает скорость клубочковой фильтрации. Она считает клиренс креатинина. По клиренсу креатинина в кардиологии сегодня определяют только дозу прямого орального антикоагулянта. В реальной практике для метформина ещё считают клиренс креатинина. Клиренс креатинина – хорошая формула, но почему её перестали применять? Потому что здесь стоит масса теки. Значит, ожирение, отёки вам будут давать нормальные значения. А это ошибка. Тогда мы применяем формулу, которая называется скорость клубочковой фильтрации. Она должна быть в телефоне у любого терапевта и кардиолога. В телефоне надо считать прямо в кабинете, считать у постели больного скорость клубочковой фильтрации. Здесь написано «белые и остальные». Вы же догадываетесь, что это не расизм. Расизм в медицине вообще немыслим. А почему написали «белые и остальные»? Потому что формула применима в любой точке земного шара. У афроамериканцев, у европеоидов, у Юго-Восточной Азии. Это важнейшая, универсальная формула. Поэтому она для нас безумно важна. Безумно важна. Когда нельзя применять эту формулу? Категорически. Когда индекс массы тела больше, чем 40, или кахексия меньше, чем 15. Давайте запомним ещё несколько вещей. Нет ноги, нет руки, неподвижен после инсульта. Посмотрите на шестую строку. Абсолютный веган, не ест животный белок. Формула не работает. И, наверное, пожалуй, это всё. Да, и не забудьте, что пересаженная почка и беременность не позволяют применять эти формулы. Что делать тогда? А как быть в этой ситуации? Перед нами решение этого вопроса. Это цистатин С. Да, никакая поликлиника и никакая больница не определяет цистатин С. Но вы отправите в любую частную лабораторию, чтобы был определён цистатин С. Дорого, но это единственный путь. Определились с этим. А теперь я вас очень попрошу посмотреть за лучом. Вы сейчас глазами в верхней жёлтой полосе. Вы столько мучились, считали и насчитали скорость клубочковой фильтрации. Если скорость лежит в диапазоне ниже, чем 60 на больше, чем 45. Что сейчас? Какой вывод вы делаете? Перед вами стоит человек, у которого примерно в два раза увеличилась вероятность смерти от сердечно-сосудистой катастрофы. Если скорость упала ещё ниже, от 45 до 30, вы говорите, передо мной стоит человек, у которого ещё больше возросла вероятность сосудистой смерти, плюс у него возрос риск быстрой прогрессии почечной патологии. Что здесь говорят нефрологи? Они говорят, если вашему пациенту повезёт, и он доживёт до этой голубой полосы, вот тогда в процесс включусь я. Я буду вам считать уровень фосфатов, уровень белка, который надо дать больному. Но здесь-то наша ответственность. Здесь надо любой ценой остановить вероятность смерти. Здесь голопом идёт развитие атеросклероза, здесь голопом идёт вероятность атеротромботических событий у нашего пациента. Это очень тяжёлая группа пациентов. Выделили её. А как оценить, как описать белок в моче? Вот врачи моего поколения, кончая медицинский институт, вспомните, нам говорили, собери суточную мочу и в суточной моче определи белок. Не надо это сейчас делать. Это ушло всё в прошлое. Нам говорят, утреннюю мочу возьми у больного и определи альбумин-креатининовое соотношение. Это должна сделать любая лаборатория. Вот сейчас посмотрите за лучом. Вот эта строка до 2004 года называлась микроальбуминурия. Потом от слова микроальбуминурия отказались. Сейчас говорят, альбумин-креатининовое соотношение. Например, 30 мг на 1 г креатинина. Больной находится в А2. Как писать диагноз тогда? ХБП, например, 3БА2. И это любой человек в мире поймёт, что у него есть альбумин-креатининовое соотношение больше, чем 30. Плохой прогноз. Здесь надо обязательно дать ингибиторы или сортаны. И у него есть довольно далеко зашедшая хроническая болезнь почек. Определились с этим. Это очень важно. Пульс много раз сказал. Очень интересно будет сказать, что человек, как млекопитающее, подчиняется очень важному закону. У всех млекопитающих продолжительность работы сердца регламентирована количеством сокращений сердца. У любого млекопитающего миокарда рассчитана на 3,5 миллиарда сокращений. Есть стахикардия, очень быстро вырабатываешь резерв. Поэтому с стахикардией надо бороться. Пульс 80 у больного с ЭБС – это смертельный приговор. Это короткая диастол. Либо доктор не понимает, что делает, либо пациент не пьёт препараты. Наша задача – удлинить его, чтобы уменьшить вероятность ишемии миокарда этого пациента. Давайте к липидам подойдём. Это главнейшая проблема. Мы теперь не говорим слово «просто назначить статины». Это глупость. Если ты назначил препарат и не достиг целевой уровень, грош цена тому, что ты делаешь. Давайте начнём с липопротеида низкой плотности. Вы здесь видите целевые уровни, потому что определили риски у вашего пациента. Я прошу вас посмотреть вот на этот уровень. 1,4. Все сидящие в зале имели этот уровень один раз в жизни, в момент рождения. Все находились на грудном вскармливании. Грудное молоко – это чистый холестерин. Но уровень был 1,4 миллимоля. Если вы во взрослом состоянии создаете уровень 1,4, вы останавливаете развитие коронарного атеросклероза. Это очень важная цифра. Но появилась вторая цель – это холестерин и ЛВП. Что такое холестерин и ЛВП? Мы разберём это. Это очень важный аспект. Давайте углубимся в это понятие, потому что с января 25-го года история болезни, которая не будет иметь расчёт холестерина, не ЛВП, будет признана дефектом ведения пациента. Давайте углубимся в это. Мы открыли биохимический анализ крови. Нашли строчку, где написано «общий холестерин». Глаз опустите ниже. Следующая строка. Холестерин липопротеида высокой плотности. Возьмите и арифметически из общего холестерина отнимите величину холестерина липопротеида высокой плотности. Что вы получили? Вы получили пул частиц, которые у каждого из нас отвечают за развитие атеросклероза. Давайте на этом остановимся. Мы сейчас углубимся в этот мир. Надо знать целевые уровни. Чаще всего к нам приходят пациенты либо с очень высоким, либо с высоким риском. Посмотрите на целевые уровни. Знаем. А теперь давайте посмотрим, кто эти частицы, которые привели к такому развитию атеросклероза. Давайте я их перечислю. Это липопротеиды очень низкой плотности, промежуточной, низкой. И самый страшный игрок – липопротеина малая. Мы поняли с вами, что без знания холестерина, не ЛВП, мы не сможем рассчитать риск. Без понимания того, что это пул частиц, мы не выйдем на понятие липопротеина малая. Остановитесь на этом понятии. Это довольно новое. Об этом говорят сейчас с каждой лекции. Это обязательность измерения для каждого взрослого хотя бы раз в жизни. Если уровень больше, чем 50, то это высокий риск. Без разговоров. Если уровень больше, чем 180, две цифры пока, меньше, чем 30 – хорошо. Больше, чем 180 – риск приравнен к семейной гиперхолестериномии. Это очень большие риски. Теперь давайте плёнку отмотаем. Генетический уровень детерминирован. К концу второго года жизни у нас такой же уровень липопротеида малая, как и в 40 лет и в 50 лет. Чем раньше определил, тем дольше живёт твой ребёнок. Помните об этом. Поэтому сегодня это называется «сдвиг влево». Мы стремимся максимально рано определять эти параметры. Максимально рано подумайте о своих внуках, детях. Это очень важно, чтобы мы знали это. Существует понятие модификаторов риска. Самый мощный модификатор, усиливающий риски – это психоэмоциональный стресс. Уволили с работы, нет зарплаты, нет денег, жена ушла и так далее. Это можно продолжать до бесконечности, но это резко ухудшает прогноз нашего пациента. Определились с этим. Что должно быть измерено? И, внимание, контролироваться у всех пациентов. Смотрите, как стоит вопрос в документах. Обязательность измерения у каждого пациента рисков. Давайте разберёмся в этом моменте, потому что без рисков мы не можем идти дальше. Вот больной напротив меня. Я смотрю на его паспортный возраст. Если паспортный возраст больше, чем 40 лет, можно применять шкалы. Младше шкалы не работают. Я проверяю, есть ли у него хронические заболевания. ХБП, семейная гиперхолестеринемия, сахарный диабет. Есть? Прекращайте на этом. У него высокий риск сразу, без всяких разговоров. Нету. Я проверяю третью цифру. Есть ли у него, давайте запомним эту цифру, липопротеиды низкой плотности больше или меньше, чем 4,9. Если больше, чем 4,9, это высокий риск сразу, если даже всё остальное нормально. Значит, у меня три параметра. Я ответил нет. Нет, нет, нет. Тогда я могу применить шкалу СКО-2. С января 2025 года шкала СКО-2, отсутствующая в истории болезни, дефект ведения пациента. Красная. У больного всё есть. Есть хроническая болезнь, есть высокий уровень липопротеида низкой плотности. Без разговоров это высокий риск. Я могу подойти по-другому. Я могу по одной цифре поставить риски. Давайте остановимся на этом. Холестерин выше восьмёрка. Это страшная цифра. Если больше, чем 8, в систолическом давлении больше, чем 180, или липопротеиды низкой плотности больше, чем 4,9, я автоматом ставлю высокий риск. Если степень стеноза бляшки лежит в интервале от 25 до 49, это высокий риск. Больше, чем, внимательно послушайте, больше, чем 50, это очень высокий риск. А если она лежит на уровне 20%, как вести себя? Здесь дают подсказку. Запросите у человека, который занимался анализом этой бляшки, к чему равна её высота. Если это 1,5 мм, это высокий риск сразу, даже если степень стеноза 20%. Даже если 15%, это высокий риск. Если больше, чем 2,5 мм, это очень высокий риск. Мы решили эти вопросы. И, наконец, последняя цифра – это скорость клубочковой фильтрации. Если она лежит в диапазоне от 30 до 60, это высокий риск. Если, к сожалению, ниже, чем 30, это очень высокий риск. И вот шкала СКО-2, которую от нас потребуют. Четыре дивизиона. А, Б, С и Д. Россия находится в дивизионе Д. У нас очень высокая сердечно-сосудистая смертность. Вот здесь посмотрите за лучом. Что здесь? Здесь холестерин, не ЛВП. До тех пор, пока мы не сделаем арифметическое действие, мы не сможем применять эту шкалу. Красный цвет, к сожалению, плохой прогноз. Единственная шкала в мире, которая может посчитать риск до 90 лет. Посчитали, определились с этим риском. Высокий риск, конечно, бьем тревогу. Но здесь сплошные красные поля. Риск высокий тотально. Поэтому мы начинаем лечить этих больных. Как лечить немедикаментозно? Начнем с похудания. Это довольно трудно. И здесь тоже прорывы очень большие сделаны. Мы начинаем с того, считаем основной обмен. Не поленились, взяли калькулятор. С учетом половой принадлежности и возраста посчитали основной обмен. Это ключевая цифра. Дальше мы говорим, ты должен сбросить калории. Пожалуйста, опуститесь на землю. 80% пациентов даже не понимают, о чем мы с ним говорим. Поэтому давайте запишем простые равенства. Один грамм любого жира даст нам 9 килокалорий. Один грамм алкоголя – 9 килокалорий. Один грамм белка – 4 килокалории. Один грамм углеводов – 3,4 килокалории. Его надо научить снижать колораж. Приведите простой пример. Кусок желтого сыра на хлебе. Средняя жирность 40%. Весит 30 грамм. Это 12 грамм жира. 12 на 9 умножьте – это в районе 120-110 килокалорий. Это 1,15-е суточные нормы. Никто же не наелся, будет есть дальше. Банка Кока-Колы – 330 килокалорий. И любые аналоги Кока-Колы тоже самое. Банка пива – 280 килокалорий. Поэтому подскажите ему, чтобы он стал снижать. 4% вас послушают, 96% не послушают. Это проблема. Это существенная проблема. Поэтому посмотрите на прорыв. Прорыв звучит... Прорыв говорит, мы можем оказать помощь, если будем лечить медикаментозно. Медикаментозно может лечить эндокринолог. Мы должны отправить к эндокринологу не для общей болтовни и взгляда на его щитовидную железу. Мы отправляем его для похудания. А это агонисты ГПП-1 рецепторов. Они гарантированно инъекционные формы сбрасывают до 15% веса в течение года. Это очень большая цифра. Но посмотрите на те цифры, которые получены в больших базах данных. Чтобы стабилизировать ЭБС, надо похудеть на 25%. Если есть ожирение. Это уже не я. Я вообще ни на что не нажимал. Посмотрите внимательно на эти цифры. Это очень большие проблемы. Чудовищные проблемы. Поэтому смысл этого слайда, когда ты видишь абдоминальную форму ожирения, вспомни про эндокринолога, который тебе точно может помочь в этой ситуации. Решили этот вопрос. А что из диеты сказать? Диета – это средиземноморская. Без разговора. Есть две диеты. Дашь диета и средиземноморская. Давайте средиземноморскую разберем. Первое, что вы делаете. Основной источник жира – это растительный жир. Научите больного покупать оливковое масло. Оно должно быть только холодного отжима. То есть в темной бутылке. В светлой бутылке это рафинированное. И никакого отношения к противовоспалительному действию не имеет. Второе. Пожалуйста, уменьшите радикально красное мясо за счет белого мяса птицы. Вот посмотрите, 100 грамм телятины содержит 130 миллиграмм холестерина. А 100 грамм белого мяса индюшатины содержит 70 миллиграмм. Разница существенная. Очень внимательно на пятый пункт. Вот это требуется вбить в мозги пациенту. Это 3-5 раз в день употребления овощей и фруктов. Супруге скажите, надо не бутерброды с колбасой давать на работу своему мужу, а давать фрукты и овощи, он похудеет, и это приведет к дольше продолжительности жизни. Категорический отказ от сладких шипущих напитков, категорический отказ от десертов за счет фруктов. Решили этот вопрос. Посмотрите на ДАЖ-диету. ДАЖ-диета – очень жесткий контроль соли. Она писалась для северных регионов Европы. И большой акцент сделан на ягоды. Потому что ягоды, флавоноиды – это противовоспалительный эффект. Пожалуйста, решили этот вопрос. И третий момент. Вбиваем в голову, что каждый продукт содержит свой уровень холестерина. Главный принцип – чем моложе мясо, тем больше холестерина. Телятина, свинина, особенно поросятина – это очень богатые холестеринопродукты. Нам надо снижать эти параметры. Определили с этим для каждого пациента. Меньше всего в унтюшатине и в курятине, в белом мясе. Не в темном, в белом мясе. И последний аспект – это соль. Надо запомнить простое правило. В основном соль поступает из промышленно приготовленных продуктов. Там консервант соль. Колбасные, сосисочные изделия, полуфабрикаты. Поэтому спросите, как семья готовит еду. Дома готовят? Контроль соли. Дома не готовят. Покупают полуфабрикаты. Это всегда большое потребление соли. Самый простой совет – переходить на сни, ну если это возможно, приготовление еды. И такая развлекательная задачка. Сколько соли мы съедаем, съев три кусочка чёрного хлеба? По 17% суточной нормы. Поэтому помним, что хлеб – это очень богатый солью продукт. Обратили на это внимание. И вот теперь для школы аспект. Как кардиолог должен вообще говорить о соли? Не с пациентом, а в своей среде. Соль измеряет натрий. Хлоп нас не волнует. Нас волнует только натрий. Натрий оказывает токсический эффект. Посмотрите, здесь появляется слово миллимоль и натрий. Давайте вспомним. Атомный вес натрия – 23. Один моль натрия – 23 грамма. Это смертельная доза. Один миллимоль – 0023. Это ничтожная доза. Поэтому суточная норма – это 200 миллимоль. Это две чайные ложки соли. Это суточная норма для любого из нас. Обсудили, оценили, рассмотрели пациенту. Слово «вакцинация» появляется. Раньше такого не было. Вакцинация для больного ИБС и вакцинация для больного артериальной гипертонии. Ежегодная противогриппозная, ковидная, естественно, звучала. Если больной с тяжелой ИБС – это гепатит В, и это обязательный вопрос, решение вопроса пневмококовой вакцины. Потому что для него это негативные события. Закрыли этот аспект и начинаем объяснять больному, как двигаться. А как двигаться? Пойти в фитнес-центр – глупость. Он просто сорвется там, у него будет обострение, его болезни. Не дай бог треснет бляшка. Это недопустимо. Поэтому мы начинаем с простых вещей. Сколько минут в неделю ты должен заниматься? Оптимально для начала 150 минут. Разделите на 7. Вы получите примерно 20-25 минут. Каждый день он должен заниматься физической нагрузкой. Какая нагрузка считается эффективной и безопасной? Это ходьба. Вы сейчас увидите очень интересный график. Начиная… Задайте вопрос, а вы сами сколько шагов в день делаете? Ну, посчитайте. Нет, 10 тысяч – это, слава богу, но это редкость. Это редчайшая редкость. В основном это 1500 до 2000 шагов, а иногда и меньше. А больные и того меньше. Поэтому вопрос смарт-часов становится актуальным. Как хотите, браслет, часы, но он должен считать шаги. Как только вы выскочите за 1000 шагов, подойдете к 2500 и начнете дальше добавлять по 1000 шагов, вы начнете снижать риски смерти. Это поразительная вещь. Ничего не стоит, никаких денег не стоит. Но она реально влияет на прогноз жизни пациента. И простая вещь. Надо запомнить, сколько сжигать калорий. Если ты сжигаешь 9,5 калорий на килограмм веса, ты действительно понижаешь риски сосудистых катастроф. Вот смотрите, мы его честно посадили в кабинете, расспросили, осмотрели и честно ему сказали об этом. То есть мы попытались составить ему программу ведения на всю его оставшуюся жизнь. А вот как лечить? Давайте начнем с базового подхода. Это коррекция уровня липидов. Мы начинаем вот с этого слайда. Пожалуйста, сделайте скриншот этого экрана. Это наша безопасность. Мы должны понять, когда и кому мы начинаем терапию специальными препаратами. Вы сейчас посмотрите за лучом. Я веду луч по уровню липопротеидов низкой плотности. А сейчас веду луч по зеленому столбику. Это риски, которые вы рассчитали. Любой ваш пациент попадает в перекрестие. Вы знаете риск, знаете уровень. В перекрестие лежит ваш пациент. Давайте посмотрим. 3,5 липопротеиды низкой плотности. Риск высокий. Куда он попал? В красное поле. ОЖ – это стиль жизни. МТ – медикаментозная терапия. Вы не можете его отпустить без этих двух рекомендаций. Здесь вы еще можете позволить себе 8 недель наблюдать. Будет менять, скорее всего, не будет менять стиль жизни. А теперь вот сюда посмотрите. Вторичная профилактика. Вы даже не задаете себе эти вопросы. Вторичная профилактика – это всегда два подхода. Это контроль стиля жизни и это медикаментозная терапия. Обязательно. Что мы достигаем? Я уже показывал этот слайд. Мы достигаем целевые уровни. Если это очень высокий риск, уровень новорожденного ребеночка. И так дальше. По холестерину не ЛВП. Ну, здесь две цифры стоят. Смотрите. Давайте скажем самый главный вывод из этого слайда. Недостижение целевого уровня нивелирует в ноль смысл проводимой терапии. Недостиг целевого уровня не понизил риски смерти своему пациенту. А как в реальной жизни? Хорошо, наши пациенты нас не слышат. Посмотрите на эту красную линию. Это, между прочим, кардиологические клиники Западной Европы. Это не диетологи и не неврологи. Посмотрите вот сюда. 25% вообще не получают терапию, а 50% получают монотерапию. Давайте запомним это слово. Что такое монотерапия? Я вам покажу цифрами, что это такое. Очень высокий риск. Это уже стопроцентные ведения кардиолога. Три четвертых не достигают целевого уровня. Поэтому мы говорим постулат номер один – статины препарат первого выбора. Что такое статины, постулат первого выбора? Мы вводим понятие мощность. Пожалуйста, посмотрите за цифрами. Мощность – это насколько стартовая доза статина собьет исходный уровень липопротеидов низкой плотности. Перед нами четыре основных статина. Первые три имеют десятку – стартовую дозу. Питовый статин – один миллиграмм. Посмотрите проценты, на которые они сбивают. А что будет, если я удвою дозы? Мы вводим с вами правило 6%. Любое удвоение дозы статина добавляет к мощности 6%. А теперь посчитаем с вами максимальную мощность. Максимальная мощность розового статина. Я вас прошу, послушайте вместе со мной. 10 миллиграмм розового статина снизила на 48. Я удвою дозу – 20. 20 снизила, 48 плюс 6 – 54. Я удвою дозу – 40. 54 плюс 6 будет 60%. Всё! Это потолок того, что может сделать монотерапия статинами. Посмотрите на тех больных, которых вы лечите. 75, 80, 85, 90 – 120%. Снижение. Как вы будете достигать такие проценты? Монотерапия статинами не сможет решить эти вопросы. Тогда становится на повестку дня комбинация. И это обязательно. Какие глупости мы допускаем в ведении больных? Мы отменяем, как только достигли целевой уровень. Ровно через 14 дней всё вернётся назад. Это стратегическая ошибка. Это глупость, которая изменила сценарий жизни пациента. Мы не назначим статины, потому что боимся сахарного диабета. Это чистая правда. Все препараты статинового класса увеличивают риск сахарного диабета. Но частота какая? 0,02%. Перестали перегибать палку. Чтобы сахарный диабет возник, надо, чтобы у больного был исходный риск сахарного диабета. И во-вторых, надо, чтобы умтил максимальную дозу. Например, от Оргостатин 80 мг 4 года. Поэтому таких больных у нас просто не наблюдается. Ещё один момент. Неназначение пожилым – это тоже глупость. Потому что в любом возрасте снижение уровня холестерина на 1 мм снижает риски сосудистой смерти на 21%. Ещё один проблем – это боли. Вот сейчас он пришёл, пожалуйста, отвлекитесь. Сделайте фотографию, это очень важно, чтобы она была в телефоне и могла нас обезопасить. Он пришёл и говорит, я пью статины, у меня появились мышечные боли. Они все испуганы. Посмотрите на меня. Первое, что вы делаете, вы проводите мысленно, центральную линию через этого пациента. Если боль вызвана статинами, она должна быть симметрична. Если боль вызвана статинами, она должна затронуть максимальные мышечные пласты – ягодицы, бёдра, плечи. И третий вопрос, ключевой. Сколько дней прошло или недель после того, как ты стал пить статины, у тебя возникли мышечные боли? Два-три дня, неделя, две недели – вероятность высокая. Больше месяцев, 3-4 месяца прошло – очень маленькая вероятность. Больше года – нулевая вероятность. Но тем не менее, вы же ему это не скажете. Следующим шагом, вы говорите, хорошо, я принял это к сведению. Вы проводите его по этой шкале. К сожалению, поверьте мне, 70% будет лежать в серой зоне, и вашем, и нашим. Иди пойми, трудно разобраться. Вот вы сделали это, вы записали это в историю болезни. Третий шаг самый главный. Вы подходите к этому алгоритму, обязательная фотография. Вы рассуждаете, чему равен уровень КФК сегодня. Если он меньше, чем 4 верхние границы нормы, вы отменяете статины и ждёте 3-4 недели. Если за 3-4 недели боли не ушли, остались, сохраняются, они никак не связаны со статинами. Продолжайте назначение статина. Боли исчезли. Здесь надо менять статин. Как? Что на что меняется? Давайте просто запомнить. От торова на розового, розового на от торова, потому что разные пути метаболизма. Если больше, чем 4 верхние границы, вы отменяете на куда больше срок. Вы отменяете на 6 недель. Что делать в этот момент? Дайте изотемиб, ничего страшного с больными не произойдёт. Если боли прошли, точно так же смена. Самое страшное, внимание, больной уже дома, вам из лаборатории позвонили и сказали, что уровень больше, чем 10. Вы не можете уйти домой. Это повод для госпитализации и экстренной. Потому что это очень-очень-очень редкое событие. Но если это так, то это острая почечная недостаточность. Будет рапдомиолиз. Или высока вероятность рапдомиолиза. Поэтому помним в такой ситуации госпитализация. Куда? В стационар, где многопрофильный стационар, где могут оказать помощь, в том числе гемодиализм. Что делать, если АЛТ больше, чем 3 границы нормы отменить? Если до 3 границ не реагировать, продолжать приём статинов. Решили вопрос. И это ключевой алгоритм на ближайшие как минимум 4 года. Дали максимальную дозу статинов. Давайте прямо по шагам пойдём. Через 4 недели эффект не достигнут. Вы не достигли целевого уровня. Вы добавляете изотемиб. Через 3 недели вы не достигли целевого уровня. Что делать? Задумайтесь, что вы лечите. Вы то лечите. Это не вторичное. Вы не проморгали гипотиреоз? Может быть, это семейная гиперхолестеринемия, которую мы проморгали. А если это всё не просмотрено в такой ситуации, либо вы рискнёте и назначите третий препарат. Это будет моноклональное антитело. Либо дадите больного к лепидологу. Управите к лепидологу. Пусть это будет его головная боль. Он будет назначать третий препарат. Но оставить больного так невозможно. Это обязательно. Какие пособления даны в рекомендациях? Больной очень высокого риска. Его уровень четвёрка. Не ломайте голову. Начинайте с комбинированного препарата сразу. Очень высокий риск. Пятёрка. Не ломайте голову. Начинайте с трёх препаратов. Здесь, конечно, вы позовёте лепидолога. Хорошо. Моноклональные антитела. Давайте договоримся, как они работают. Пожалуйста, посмотрите на мои руки. Вот сейчас все видят вот этот кликер. Он имитирует рецептор к липопротеиду низкой плотности на гепатоците. Вот в кровотоке плывёт липопротеид низкой плотности. Внимание, смотрите. Схватил рецептор, уволок в гепатоцит, принёс к лизосоме, отдал. Там он будет уничтожен. Рецептор должен вернуться назад. Не тут-то было. На рецептор нападает белок, который называется PCSK9. И уничтожает этот рецептор. Рецепторов меньше. Липопротеидов низкой плотности больше. Никто не может их схватить. Моноклональное антитело. Что делает? Алира-кумаб и волокумаб. Оно не позволяет этому белку уничтожить рецептор. Одна инъекция либо на 14, либо на 28 дней, в зависимости от дозы. Мы пошли дальше. У нас появился третий препарат. Инклиссиран. Что делает инклиссиран? Инклиссиран блокирует синтез этого белка вообще. Поэтому одна инъекция один раз в 180 дней. С липидами всё стало ясно на свои места. Сделайте обязательно эту фотографию, чтобы не искать по мощности каждого препарата. И сделайте следующую фотографию обязательно. Это справочный материал. Он просто собран на одном слайде. С какой частотой, как назначать, какие побочные эффекты ожидать и бояться. И теперь, дорогие товарищи, переходим к липидам в конец. Это триглицериды. Послушайте алгоритм. В нём промахиваются практически все. Мы сейчас вот здесь. Липопротеиды низкой плотности контролируются полностью. Уровень триглицеридов больше, чем 2,3. На статинах, говорите вы, такое не может быть. Если это так, обязательность добавления фибрата. Чтобы добавить фибрат, тут же подводный камень, надо знать скорость клубочковой фильтрации. Если скорость меньше, чем 60, фибраты назначать нельзя. У нас нет этих доз. У нас только 145 миллиграмм. Единственная доза. Что делать тогда? Тогда назначаются омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Вот теперь липидный профиль у гипертоника и у больного ИБС полностью контролируется. Мы спокойны за него. Давайте теперь лечить. Самую сложную часть – ИБС. Посмотрите, с чего начинается. Информирование и обучение. Зачем? Я ему рассказываю, как бляшка растёт, как перекроется сосуд. Потому что для меня важно убрать те факторы риска, которые будут негативно сказываться. И я должен понять, что одним препаратом я его не буду лечить. Это комплекс препаратов. Вот давайте начнём лечить хронические коронарные синдромы. Первое, с чего мы начнём, с методологии. Как оценить, я вообще эффективно его лечу или нет? Через сколько дней должен наступить эффект? Через 3-5 дней. Через 4 недели либо есть, либо нет клинический эффект у твоего пациента. Это первый подход. Теперь давайте посмотрим вопросы, которые меня будут... Зачем я обучал пациента? Он должен принести дневник. А не принесёт дневник, то пусть так вспоминает. Количество приступов. Частота приступов в день, в неделю. Продолжительность приступов от раза к разу. Они должны сократиться. И частота должна уменьшиться. Простые вопросы из жизни. 11 ступеней. Как проходишь? То есть есть эффект или нет? Вы оцените довольно... Следующий визит. Через неделю. Если этого всего нет, либо не пьёт препараты, либо вы выбрали не те препараты. Надо научить пациента пользоваться препаратами. Особое внимание к пожилым пациентам. Они привыкли к таблеткам нетроглицерина. Здесь ничего не сделаешь. Они с трудом пользуются спреем. Давайте начнём с того, что если он получает таблетки, пьёт и склонен к таблеткам, научите его оценивать таблетки. Если прозрачный тюбик, то пусть посмотрит на свет. Как только вокруг таблетки появилась бахрома, тюбик надо выкинуть. Там нет нетроглицерина. Пусть выступит на руку, посмотрит, если тюбик непрозрачный. Это первое. Но лучше, конечно, научить его носить спреи. Где носят спреи? Часто в зимнее время. Под рабочую руку в наружном кармане. Это обязательно на случай панической атаки здесь. Спрей работает через несколько секунд. Таблетка – 42 секунды. Пока достал, сделал языком, язык сухой, это всё не приклеилось. То есть лучше перевести всех больных на спрей. Это трудно, но это надо сделать. Следующий момент. Научить больного бить тревогу. Через 20 минут боль не прошла. Как правило, они уже второй раз прыснули. Это повод попросить тех, кто на улице, вызвать скорую. Это довольно напряжённая ситуация. Больной должен быть обучен. Перед нами несколько классов, схем, векторов, как лечить. Я прошу вашего внимания к очень тяжёлой проблеме. Это высокое число сердечных сокращений. Это самая негативная проблема. Это значит доза бета-блокаторов. Либо не дали, либо дали не ту дозу, либо не пьёт препараты. Но это самая страшная ситуация, потому что вероятность фатальных нарушений ритма будет очень высока у этого пациента. Когда начинать терапию, вообще бить тревогу и думать о хирургии? Если мы хотим улучшить прогноз, то есть снизить смерть, мы должны знать несколько моментов. Это ствол, это три сосуда. При проведении специальных методов площадь ишемии больше, чем 10% от поверхности левого желудочка и стеноз больше 50% – единственные функционирующие коронарные артерии. Других прямых поводов не существует. Я хочу уменьшить выраженные симптомы. Я ему дал все препараты, грош цена, потому что боли как были, так и остались. Значит, в такой ситуации я тоже поставлю на повестку дня коронарангиографию и проведение специальных методов лечения хирургических. Но я вас очень прошу терапевтически, терапевтическими глазами посмотреть на это. Медикаментозная терапия и коронарангиография, стентирование и медикаментозная терапия кривые не расходятся. То есть если нет грамотной терапии препаратами, статинами, ацетилосилициловой кислотой, грош цена, мы не приводим к результату, на который так надеемся. Самое современное исследование. Начали лечение с восстановления проходимости коронарной артерии, а другие начали медикаментозное лечение. Вы видите расхождение кривых? Нет. Поэтому давайте не перегибать палку. Коронарангиография, последующее баллонирование и стентирование дает только фору терапевту. Она не выводит больного из тупика. Без адекватной медикаментозной терапии мы не сможем предотвратить негативное течение болезни. Вот перед нами один из ключевых слайдов. Мы уже с вами сказали, что ключ – это возникновение тромба. Что должно случиться, чтобы тромб стал формироваться? Надо, чтобы тромбоциты склеились. Вот перед нами тромбоцит. Чтобы тромбоцит склеился, смотрите за лучом. Надо, чтобы на его поверхности появился глигопептид 2B3A, такой белок. Чтобы он появился, кто его синтезирует, кто заставит его образоваться. Циклооксигеназа. Когда я дам аспирин, я пересеку этот путь, этого белка будет мало. Но, к сожалению, есть второй путь. Этот рецептор называется Пи2У12. Его стимулирует аденозин дифосфат, но самое главное, что я могу его тоже пересечь. Кто его пересекает? Клопидогрел, тикогрелор. Поэтому, если я пересеку два пути, то у меня точно будет мало глигопептида 2B3A, и тромбоциты будут гораздо меньше склеиваться. Это первый постулат. Пойдём дальше. Вот мы столько сказали с вами слов по поводу ацетилсалициловой кислоты. Вообще, откуда история пошла? Вот те, кто читают приключенческие новеллы своим детям, внукам, вспомните Жюль Верна, «Таинственный остров». Как они лечились? Они все жевали кору белой ивы. Коре белой ивы, это им подарили индейцы эти знания, там содержатся салицилаты. Как по латыни «ива салекс», отсюда появилось слово салицилаты. Прошло не так много лет, и немецкий предприниматель, который сказал, незачем гонять корабли в холостую в новый свет. В Германии довольно много растёт асин. В Коре асин тоже содержатся салицилаты. Асина по-немецки называется аспен, отсюда появилось слово аспейн. Таким образом, очень давно была синтезирована, сформирована таблетка аспирина, и мы стали знать, что есть проблемы. Это спасение, но есть и проблемы, связанные с аспирином. Постулат, закон, без АСК, без аспирина не ведётся больной с ишемической болезнью сердца. Не ведётся. И доза 75 мг – это оптимальная доза, которая минимизирует побочные эффекты, и максимальный клинический эффект гарантирует пациенту. Давайте посмотрим несколько очень важных, фундаментальных вещей, которые пришли в нашу практику ещё в 92-м году. В 92-м году было сформировано главный постулат. Ацетилсалициловая кислота радикально снижает риск сосудистых катастроф, инфаркта и инсульта. Радикально. Больше это не подвергается сомнению. Это закон без ацетилсалициловой кислоты введения этих пациентов в минимальной эффективной дозе 75 мг. Ну, просто немыслим. Без АСК никто не ведёт этих пациентов. Но возникают проблемы. И первая проблема, она выделена крупными буквами – это непереносимость. Они очень много говорят, хотя в реальной жизни непереносимость – довольно редкое событие. Но, тем не менее, уровень назначения 75-100 мг высочайший, 1А. Выше нет уровня доказанности. Давайте разбираться. А что это такое, это непереносимость? В чём она состоит? Это три группы больных. Это больные с бронхиальной астмой, максимум внимания. Это полипозный ринусинусит. И это гиперчувствительность, тёки, всё, что хотите. Зуд кожи, который может появиться. Это ничтожные проценты. Но самый большой процент вот здесь. Там до 15%, ну, в основном это 4% больных с бронхиальной астмой. Что будет у больных с бронхиальной астмой? Может усилиться частота, участятся приступы бронхиальной астмы. Что может быть вот здесь? Заложенность носа появляется. Но, знаете, у этих больных, как правило, отправьте их к лору врачу, будут найдены полипы, которые надо будет удалять. Это довольно часто. Примерно у 6 из 10 пациентов будут найдены полипы. А это безумно редкая ситуация. Какая-то гиперемия лица – это очень редкое событие. Ну, вот эти три проблемы. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации мы будем переходить на клопидогрел. Тогда давайте разбираться. У нас очень много форм ацетилосалициловой кислоты. Вот мы сейчас с вами смотрим желудочно. Принципиально два класса. Одни растворяются в кишке, вторые растворяются в желудке. Считалось, что те формы, которые растворяются в кишке, не будут давать никаких осложнений. Это казалось ошибкой и заблуждением. Те, которые растворяются в желудке – это буферная форма. А в чём разница, растворяется в кишке или в желудке? Ну, не только там, где растворяется. Давайте запомним первый постулат. Вот сейчас мы его разберём. Если желудок, то это кислая среда. В кислой среде молекула ацетилосалициловой кислоты не диффундирует на ионы. Значит, сохраняет свою структуру и сохраняет высокую липофильность. Поэтому легко проникает через мембрану. А в кишке какой ПАЖ? Там щелочной ПАЖ. Это мгновенно распадается на ионы. Теряется липофильность. А что приобретается? Гидрофильность. И тогда концентрация… Посмотрите на мою руку. Здесь концентрация поднялась, и блокада цикла оксигеназа мгновенно наступила. А здесь концентрация поднимается медленно, и блокада цикла оксигеназа не наступает так быстро, как мы хотим. И она вообще будет носить частичный характер. Поэтому надо знать, вы вправе применять любую форму, но вы должны знать, что это совершенно по-разному воздействует. И совершенно по-разному меняет концентрацию в крови эти два события. Вторая головная боль, когда мы назначаем ацетилсилициловую кислоту. Надо знать вес нашего пациента. Если индекс массы тела выше, чем 40, то дважды в день принимается, через 12 часов принимается. На это надо брать. Это самая безопасная форма будет. Если выше, чем 35 или весом больше, чем 120 килограмм, предпочитается форма, которая растворяется в желудке. Значит, с весом тоже разобрались. Давайте к третьей проблеме подойдем. Но чтобы подойти к ней, мы вспоминаем с вами, что любые формы ишемической болезни сердца в российских рекомендациях, во всех рекомендациях мира имеют высочайший уровень доказанности 1А. Всё. Неоспоримый факт. Больной без должен иметь объяснение, почему он без. Почему он не получает этот класс препаратов. Теперь сравним две формы, и мы посмотрим с вами, что происходит меньше, какие проблемы, что возникает у этих больных, что будет уменьшаться по сравнению с кишечно-растворимыми формами. Давайте посмотрим, что будет изменяться. Сравните эти два столбика. Значит, количество побочных эффектов и количество клинической эффективности тоже будет зависеть. Ещё раз на мою руку посмотрите. От того, как поднялась концентрация в крови, зависит, как вы пересекли циклооксигеназный путь. Если быстро поднялась, то вы полностью пересекли этот путь. Если медленно поднялась концентрация, то вы не пересекаете так быстро, как вы хотите. Поэтому место, где растворяется сама молекула, представляет особое значение для нас. Четвёртая проблема, с которой мы сталкиваемся, это бросил пить. А что будет, как только он бросил пить? Как только он прекратил пить, вероятность сосудистых катастроф мгновенно пошла наверх. Это страшно. Поэтому его надо уговаривать, чтобы он продолжал сохранять приверженность к принятию этого препарата. Любой риск сосудистых катастроф при его самостоятельной отмене препарата мгновенно возрастёт. А знаете, сколько больных отменяют? Посмотрите на эти проценты. Ну просто посмотрите. Возможно, они кивают нам головой, когда мы у них спрашиваем, пьёте вы или нет. Но мы должны знать, что это лучше уточнять многократно. Потому что такой процент отмены, самостоятельной отмены, это ставит под сомнение вообще всю эффективность ведения этого пациента. Несколько слов о приверженности. Приверженность – это вот как написал доктор, принимая один раз в день, 70 килограмм утром, пожалуйста, принимай. Что тогда мы получаем? Мы получаем снижение рисков смерти. Вот приверженность. Два, четыре, шесть, восемь лет. Все эти точки ушли в правую сторону. Они снижают риски смерти. Значит, беседы – это пожизненная терапия. Значит, беседа с пациентом, с его супругой, с кем хотите. Но больной должен сохранить приверженность. Это очень большая проблема. Они не сохраняют приверженность. Поэтому идет на смарку все то, что мы делаем у этого пациента. Гастротоксичность. Да, это реальная проблема. Надо твердо понимать, что мы можем сделать. Надо снижать дозировку. Можем сделать, да. Буферная форма – да. Она будет уменьшать гастротоксичность у нашего пациента. Давайте попробуем посмотреть о третьем пути. Это ингибиторы протонной помпы. Здесь они уместны. На прямых оральных антикоагулянтах они бессмысленны. А на приеме ацетилсилициловой кислоты они уместны. Но не забывайте о их эффектах. Поэтому пожизненно ингибиторы протонной помпы они не будут пить. Поэтому нам нужно думать о дозе и о буферной. Потому что наличие буфера уменьшает гастротоксичность у этого пациента. Обязательно сделайте слайд этого экрана. Потому что здесь написано, что увеличивает риски геморрагические и баллы, которые позволят высказаться о вероятности риска желудочно-кишечного кровотечения. Давайте начнем с этого. Возраст стар, 65 лет. Очень важно, пьет ли НПВС или не пьет. Расспросите, как он завязывает шнурки. Он понятия не имеет, есть ли у него герб. Вот он нагнулся, завязать шнурки, поднялся, у него и жога или кашель. Это заброс. Если это есть, то риски кровотечения резко возросли. Хеликобактер пилори. Желательно, чтобы все прошли, хоть раздунули, посмотреть, есть хеликобактер пилори или нет у этого пациента. Ну и, конечно, алкоголь. Алкоголь чудовищно увеличивает риски желудочно-кишечного кровотечения. Даже пиво. Пиво имеет, пол-литра пива, это 2 юнита. 8 юнитов набирает за неделю, это просто угроза кровотечения. Поэтому давайте помнить, что это надо расспрашивать у пациента. Но доза, она обладает прямым токсическим действием. Посмотрите на эти дозы. А давайте вспомним, где такие дозы применяют. Ну, такие дозы сейчас нигде не применяют, так лечили ревматизм. А такую дозу применяют, когда лечат, перекартит. Поэтому такие дозы, да, напрямую связаны с гастротоксичностью у наших пациентов. Поэтому помним, что чем меньше доза, если она еще закрыта буфером, это как раз та безопасность, которая нам необходима. Что сказали узкие специалисты? Вот три фонда объединились, три организации. Это общество по изучению болезней сердца Соединенных Штатов, колледж гастроэнтерологов и ассоциация сердца. Смотрите, что они сказали, что если есть риск повреждения слизистой желудка, то любая доза больше, чем 80 мг не должна восприниматься как рутинная. Такой ситуацией оптимальной является доза 75 мг для нас. Если это так, то язвы, раз это так, а это так, это считают гастротоксичные гастроэнтерологи, на такой форме, на буферной форме они будут в три раза меньше возникать. Слизистая будет меньше, повреждаться. Поэтому на сегодняшний день, вот глядя на эти, мы, конечно, не эндоскописты, но мы понимаем, мы им верим, что будут и эрозии, и язвы. Вот сам риск возникновения эрозии и язв, он в три раза уменьшается на буферной дозе, минимальной, 75 мг. Это решенный вопрос. Теперь, дорогие товарищи, я бы просил вас посмотреть на российское исследование. Оно очень важное, потому что это говорит о нашей популяции больных. Это сравнение, прямое, голова к голове, сравнение двух препаратов, 100 мг и 75 мг. Пытаются посмотреть нарушение мозгового круга расширения. Мейс, как расшифровывается? Это нежелательные сердечно-сосудистые события. Смерть, сердечно-сосудистый, инфаркт, инсульт и так далее. Сравниваются. Что же видят? Достоверное снижение на кардиомагниле 75 мг. Очень здорово снизился инфаркт, нестабильная сцинокардия и в целом сосудистые катастрофы. Это очень интересное исследование, потому что рискнуть сделать такое исследование в прошлом году, в общем, надо отдать должное смелости исследователей, которые это сделали. Таким образом, мы получили очень яркое доказательство того, что 75 мг буферной формы – это защита от сосудистых катастроф. Но нам надо идти дальше. Нам говорят, это один препарат, а мы уже показали два пути. Если у больного высокий ишемический риск, надо усилить. Как усилить? Нам надо присоединить второй препарат. Какой? Я могу присоединить клопидогрел, ну, тикагрелор в России чаще, чем просугрел, и присоединить совершенно другой препарат, ривороксабан. Зачем это делать? Что надо знать, чтобы выбрать тот или иной путь? Вы сейчас увидите фильм, посмотрите, это повреждённая эндотелия. На нём, к нему приклеились тромбоциты. Они начинают увеличивать свою массу, начинают появляться сиреневые. Это нити феврина. Значит, тромб образуется двумя путями. Это нити феврина и сгусток тромбоцитов. Тромб начинает расти, это его головка, это его хвост. Смотрите, сейчас начнутся отрываться хвосты. Вот так наши больные блокируют себе микроциркуляцию, начинается фибрилляция желудочков. Оп, оторвался, ещё один оторвался. Куда они полетели? Микроциркуляторное русло, они забили его. Так будут возникать тяжёлые, фатальные нарушения ритма. Но мы видим здесь чётко несколько цветов. То есть, мы понимаем с вами, дорогие товарищи, что тромб не из тромбоцитов только состоит, он состоит из белка. И это обязательно появление фибрина. К сожалению, ацетилсалициловая кислота не пересекает путь образования фибрина, тикогрилор не пересекает, клопитогрил не пересекает. Нам для таких больных существует другой подход. Мы должны присоединять к ацетилсалициловой кислоте, пока доказано только для ревероксабана, и мы присоединяем 2,5 мг ревероксабана, потому что просто двойная ситуация не приводит к снижению больных со стабильной ЭБС, не приводит к снижению общей смертности. Значит, нам нужна ацетилсалициловая кислота в максимально эффективной безопасной форме, это 75 мг, плюс присоединение, ну, в частности, ревероксабана 2,5 мг, и тогда количество сосудистых смертей становится достоверно меньше на стабильной ишемической болезни сердца. Как мы лечим таких больных в Российской Федерации 8%? То есть мы, ну, что мы делаем с нашими пациентами? Для этого школы, чтобы мы сконцентрировали на этом внимание. Следующие препараты. Нитраты без разговоров появляются бета-блокаторы. Что нам дадут бета-блокаторы? Они удлинят диастолу. Пульс какой? К чему мы стремимся? 55-60 ударов в минуту. Все, что больше, плохо. 55-60 ударов в минуту. Какие бета-блокаторы? Любой, если вы можете гарантировать. Просто не забывайте, что атенолол тоже хороший бета-блокатор, но действует 6 часов. Через 6 часов его концентрации нет. Поэтому либо вы даете препараты кратно, либо даете пролонгированные формы. Пожалуйста. Важно, чтобы концентрация. Бета-блокаторы должны тетроваться на повышение до тех пор, пока мы не добьемся ухода всех болевых симптомов. Люди, которые получают бета-блокаторы и контролируют ЧСС, сравните эту линию и эту. Живут дольше. Значит, контроль ЧСС, контроль длины диастолы, подсчет пульса, неформальная процедура. Это анализ эффективности проводимой терапии у твоего пациента. Пусть этот слайд нам всегда перед глазами у нас стоит. Смотрите, что происходило за час до развития инфаркта миокарда. Наросла тахикардия, уменьшилась длина диастолы. Это, к сожалению, привело к тахикарде. Ишемии, и в итоге это вылилось в инфаркт миокарда. Теперь давайте поговорим о обязательном классе препаратов. Это антагонисты об ингибиторах и антагонистах минералокартикоидных рецепторов. Смотрите, как ответственность ингибиторов АПФ изменилась. Антиэрпиш, только если есть сопутствующие заболевания, сахарный диабет, да, дай, сердечная недостаточность, дай, пожалуйста. А когда дать антагонисты минералокартикоидных рецепторов? Вспомним, что наш любимый верш вызывает гинекомастию, поэтому у женщин нарушение менструального цикла, у мужчин и женщин нарушение костной структуры, он не селективен. Сделали селективный, отрезали обладающие половым действием радикалы, появился новый класс ингибиторы минералокартикоидных рецепторов. Вообще не обладают мочегонным действием или очень слабым, ничтожным, но блокируют депозицию коллагена. Это для нас важно, потому что они приводят к снижению риска внезапной смерти. Поэтому после инфаркта больному с АГ вы обязаны дать. АГ и недостаточность кровообращения обязаны дать эти препараты. Они действительно улучшают прогноз и завершение воздействия на кардиомиоцит. Мы остановимся на проблеме выработки энергии. Вот посмотрите, у каждого в эту секунду миокард сокращается, потому что существует метаболизация, метаболизм жирных кислот. Метаболизм жирных кислот в условиях гипоксии нарушается. Жирные кислоты недоокислены. С чем их можно сравнить? С бандитами. Они сейчас бегают по клетке к кардиомиоциту и отнимают атомы кислорода. У кого? У глюкозы. Что происходит? Глюкоза недоокисляется. Где она остановилась? Давайте запомним это слово. Перуват. Перуват изменил по аж мгновенно. Мгновенно изменил. Перестали работать каналы. Возникли нарушения ритма. Это, к сожалению, такая череда событий. Нам надо это восстановить. Как это можно восстановить? Самое простое это восстановить, вращая окисление жирных кислот. На сегодняшний день довольно много препаратов декларируется, как препараты, которые влияют на это. Это препараты метаболического ряда и ингибиторы глюкозы натриевого котранспортера, которые переводят на кетозный цикл выработки энергии. Хорошо. Что нового? Что взрывает мозг? Опять новый подход к лечению этих больных это противовоспалительная терапия. Первый шаг сделало моноклональное тело канакенумаб, безумно дорогое, безумно дорогое, но большой дозе понижало риски сосудистых кота. А есть дешевый препарат, который действует еще более эффективно? Это колхицин. Колхицин больным после инфаркта миокарда в небольшой дозе 0,5 миллиграмм на 25-27 процентов снижает риск сосудистых катастроф. Да, конечно, будут поносы у 7 процентов больных, но эффект потрясающий. Видите, сколько нового прозвучало в этих двух препаратах. Теперь к лечению АГ. Я вас больше не буду мучить. Опять новый акцент. какой неожиданный. Нам сказали, высокое нормальное давление при трех факторах риска должно получить медикаментозную терапию. Так раньше никто не говорил. АГ-1 при трех факторах риска комбинированная терапия, потому что очень высокий риск сосудистых катастроф. какие еще новости? Подтверждена идея 3 шага 1 таблетка. Давайте вместе со мной. Первый шаг 1 таблетка комбинированный препарат, который влияет на РАС или второй препарат антагонист кальция или тиозидный диуретик. Через 3 недели эффекта нет. Ты делаешь второй шаг и опять 1 таблетка. В эту таблетку входит 3 активных начала. Давайте остановимся. Если ты дал 2 активных начала, 60% стали контролировать давление, 40% не контролируют. Если ты дал 3 в одной таблетке, 9 из 10 контролируют. Задумайся, почему дальше 10% не контролируют? В любом случае ты пишешь, ты меняешь диагноз здесь и пишешь резистентная гипертония и добавляешь четвертый препарат. Нет эффекта. Ты добавляешь пятый препарат и пишешь новый диагноз рефрактерная. Три препарата не оказали эффект. Резистентная пять не оказали эффект. Рефрактерная задай себе вопрос, кого ты лечишь, что ты лечишь. Ты, скорее всего, проморгал вторичную гипертонию. Начинай все сначала. Ты проморгал, ты не тот сделал с этим пациентом, потому что представить себе такую ситуацию очень сложно. Для этого надо иметь фантастический стеноз почечной артерии. Хорошо. Стратегия ясна. Понятно. Давайте посмотрим на другой момент. А что выбирать? Ингибитор или сортан? Честно говоря, каждый год появляется новый метаанализ. Вот последний сказал, что они примерно одинаково снижают давление. Но на сортанах гораздо меньше побочных эффектов. Это правда. Третий вопрос. Куда тяжелее? А что выбрать? Антагонист кальция или мочегонный? Если у твоего больного подагра, ты, наверное, выберешь антагонист кальция. Если отеки, ты выберешь мочегонный препарат. Если у твоего больного хобол, антагонист кальция выберешь. Ну и так дальше ты будешь выбирать. Смотрите, не забудьте поговорить с женщиной, спросить, как она застегивает сапоги зимой. Потому что антагонисты кальция будут вызывать отеки. Примерно 10% женщин пожалуются на то, что они не могут носить зимнюю обувь. У них не застегивается змейка сапогов. И это очень важно. Тогда вы поведете на мочегонный препарат. Выбрали этот препарат. Еще один аспект, который вам надо знать. Это кому же монотерапия? Вам нужно точно заметить два момента. Давайте их обсудим. Пожилые люди, как правило. Но у пожилых людей есть проблема с почками. И это тоже, как правило. Значит, нам нужно найти препарат, который примерно одинаково будет выходить через почку и метаболизироваться в печени. Я вам покажу, и вы сами выберите этот препарат. Но просто давайте запомним этот момент. Итак, невысокое повышение давления пожилой хрупки. Позвольте мне задать высокой аудитории вопрос. В телефоне у всех есть шкала, которая называется возраст не помеха? Ну, очень желательно, чтобы эта шкала была в телефоне, потому что это позволяет поймать, кто такой хрупкий пациент. А если есть хрупкий пациент, и ты хрупкому дал двойную дозу, ну, на не лучшем вариантом поступил. Поэтому это лучше себя обезопасить. А теперь при закрытых дверях наши пациенты нас не слышат. Это кабинет кардиолога. Из кабинета кардиолога 50% больных шли на монотерапии. Первый постулат современного мира лечение в 95% начинается с двух препаратов. Это кабинет терапевта. Две трети больных, 67% ушли на монотерапию. Это то же самое, что не назначить АСК больному с ашемической болезнью сердца. Это наша большая ошибка. Несколько слов о базовых препаратах. Все тиозиды и тиозидоподобные были синтезированы в середине 20 века. И гидрохлортиозид по тем параметрам достигал целевых уровней артериального давления. И хлортолидон оказывал влияние в том числе на пожилых, снижал сосудистые риски и оказывал огромное влияние индопамид. Я хочу, чтобы мы сейчас научились ответить на очень сложный вопрос. Наши больные много читают, слышат. Они приходят к нам и говорят, знаете, я вчера прочел, что гидрохлортиозид вызывает рак. Не могу сказать не меланомный. Рак кожи, рак губы. Это правда? Да, это правда. Надо запомнить только, что ответить пациенту. Это правда. Если больной съел не менее 50 тысяч миллиграмм, и если он постоянно подвергается открытому солнцу, то и живет в Австралии. Поскольку наши пациенты в Австралии не живут, то дайте ему простой совет носить рубашку, когда он работает на участке, и пользоваться защитным кремом. И лучше всего носить очки. Риск немеланомного рака кожи равен нулю в такой ситуации. Это важно, чтобы мы успокоили пациента. Все три препарата могут пользоваться, мы можем им пользоваться, но проблема в том, что тиозид и тиозидоподобные будут прекращены, когда скорость клубочковой фильтрации подойдет к цифре 30. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации нам надо думать о мочегонном петлевом диуретике. Это очень трудная задача. Если ты терапевт думчивый, ты должен знать несколько подводных камней. Первый подводный камень. Сколько период полувыведения? У нас два препарата. Фуросемид и тросемид. Чем короче период полувыведения, тем страшнее. 90 минут у фуросемида и 240 минут у тросемида. Это желательно. Вторая цифра очень важная. Сколько уйдет через почку? Чем меньше, тем лучше, говорим мы. Это правда. Но если 20 уйдет через почку, 80, куда пойдет? Пойдет в печень. Значит, надо знать функциональное состояние печени. Я вам сейчас приведу. Все лечат, больных все это видели. Представьте себе, что вашего больного вы взяли, как положено по инструкции, шкалу ChildPew и посмотрели функциональное состояние печени. Да, там 9 баллов. 9 баллов мы должны дозу сократить на 75% мочегон. Мы этого не делаем никогда. У больного мгновенно появляется мозговая симптоматика. На что мы списываем? Что вы хотите? Там же цирроз печени. Вот это гетерогенные проблемы. Поэтому я очень прошу вас, обратите на это внимание. Доза мочегонова регламентируется шкалой ChildPew, б***ьми по шкале ChildPew и обязательно периодом полувыведения. Тиазиды, тиазиды, подобные диуретики, они все могут пользоваться, мы можем ими пользоваться без всяких проблем. А теперь посмотрите, какие послабления появились. Вот в 20-м году было написано подагра абсолютное противопоказание к назначению гидрохлортиазида, хлортолидона и так далее. В 22-м году нам написали «Да назначай ради Бога, только если твой больной получает алопуринол». Назначай, ради Бога, потому что он получает гораздо больше пользы от того, что ты ему грамотно назначил эти препараты. Решили эти вопросы и вот теперь я очень прошу вас сделать фотографию, потому что когда вы слышите рассказы от тех или иных представителей компании по поводу сартанов, каждый говорит песню про свое, это понятно, но давайте будем объективны. Мы должны знать, что означают вот эти две цифры. Первая цифра означает, сколько метаболизируется в печени, а вторая цифра сколько уходит через почку. Посмотрите на две нижние строки, это блестящие препараты, замечательные, но зачем их назначать больному с циррозом печени? 100% метаболизма в печени, бессмысленно. Больной пожилой, возникают вопросы, сколько у него идет через почку, потому что почка находится в очень довольно сложном состоянии, у него мало функционирующих клубочков. Давайте поищем, где ближе всего пополам, пополам азилсартан, ближе всего. Поэтому всегда помните, что выбор сартана всегда строго индивидуален. Нельзя всем давать лазартан, потому что вы его любите. Надо как-то выбрать что-то другое, потому что для каждого больного вы будете оценивать свои параметры. Это всегда строго персонифицированный выбор препарата для ведения этих пациентов. Если вы назначаете ингибиторы, тоже надо знать в период полувыведения, например, только у двух препаратов 24 часа. Это у трандолаприла и перендоприла. Нужно обязательно знать, как они проникают в ткани. Они не все одинаково проникают в ткани, но тем не менее перед нами вот мы выбрали с вами препарат, который примерно поровну выводится через печень и почки. Смотрите, с какого года азилсартан медоксамил стал официальным препаратом, который рекомендован. Сейчас этот препарат используется в клинической практике 13-14 лет. Он хорошо изучен. Что мы должны ему знать? В чем его преимущество? А правда, что должен просто помнить терапевт? Но он в конце концов не биохимик, он не может знать все детали. Надо знать, что радикально отличается якорем. Вот эта часть молекулы называется якорь. Она цепляется за рецептор. Вопрос в том, как цепляется за рецептор. Вот посмотрите на мои руки. Можно зацепиться и расцепиться, а можно зацепиться и много часов быть в сцепленном состоянии. Вот это ключевой вопрос. Насколько часов ты зацепился? И оказывается, что замена якоря здесь, тетрозольное кольцо, а это оксидозольное кольцо привело к тому, что азилсартан изменил свои характеристики. Он цепляется на очень долго и очень слабо расстается с этим рецептором. Вот эта кривая как раз доказывается, она прямая, она не кривая. Она говорит о том, что в течение многих часов связь с рецептором осталась очень прочной, плотной связи осталась. Теперь давайте посмотрим, вот поэтому я сейчас обращусь еще раз. Знание, как мы выводим этот препарат, это раз. И знание того, что мы зацепились очень плотно, перед нами поставит очень важную вещь. Это насколько мы будем превосходить другие препараты, но, внимание, за 24 часа. Это единственный в мире сартан, который прошел программу исследования, не как сартан, а только как эффект 24 часа. И выясняется, что азилсартан 80 миллиграмм, он превзошел, он не сартан, это не мальчик для битья, это очень мощный сартан, он превзошел в течение 24 часов. На мою руку посмотрите, ночь должна быть вот такой. Если 24 часа ты действуешь, ты гарантируешь двухфазность кривой. Мы с этого с вами начинали. Если ты не гарантируешь своим препаратом 24 часа действия, то ты не снижаешь риски смерти у твоего пациента. Давайте это будем помнить. Есть несколько еще. Доза на валсартана посмотрите, 320 миллиграмм. Это максимально разрешенная доза. Азилсартан превосходит 320 миллиграмм по своему гипотензивному эффекту. А теперь вот на эти точки посмотрим. Когда наступает эффект? На азилсартане зеленое, посмотрите, Дарби, когда нам дал эффект? Эффект наступил на вторую неделю. Чем раньше до четвертой недели ты понизил давление, тем лучше ты изменил сценарий жизни твоего пациента. Поэтому скорость наступления контроля давления имеет ключевое понятие. Не надо достигать на концу второго месяца. Это очень поздно. Желательно достигнуть ближайшие недели. Это будет очень здорово для нашего пациента. И слово преддиабет появляется. Дальше будет слово с диабетом. Преддиабет уже изменился эндотели сосудов. Мы должны помнить, что это тяжелая группа больных. Здесь есть эффект. И еще один момент. Это прямое сопоставление. Мы видим здесь хлортолидон против гидрохлориазида. Вы видите, что любая комбинация, которую мы сейчас изучаем с вами, важен в период полуведения препарата, как выводится и сколько часов он действует. Контролирует ли он ночь у вашего пациента. Здесь контролирует. Последний такой штрих – это комбинация антагониста кальция и диуретика. Давайте вспомним, кому вы его будете назначать. Пожилым с высоким пульсовым давлением. Там сразу будет меньше, чем 60. Антагонисты кальция сортаны. Их у нас пять. Пожалуйста, выбирайте любой. Выбрали толмисортан. Он ездит 36 часов, раннеутренний с давлением. Выбрали лазартан. Он в основном слабо влияет на уровень мочевой кислоты, но в основном имеет показания гипертрофии левого желудочка. Олмисортан – это очень серьёзный препарат, непопулярный в России, но был синтезирован специально для больных с сахарным диабетом, у которых нет микроальбоминурии. Он предотвращает возникновение микроальбоминурии и бисортан. Это идеальный препарат при тяжёлой почечной патологии, что начальной, и что конечной стадии. И волсортан – это когда есть мультиорганное поражение. У нас появилась ещё одна комбинация, разрешённая уже два года к лечению. Это волсортан сакубитриловый комплекс. Надо знать несколько моментов. В основном показания – это высокий индекс массы миокарда левого желудочка. У мужчин больше, чем 115 грамм на квадратный метр, у женщин больше, чем 95 грамм на квадратный метр. Это жёсткое показание. Доза – 200 миллиграмм. Рискнёте, пожалуйста. Не работа и 200, вторая доза – 400. Вспомните те, кто лечит ХСН. Там даёшь дозу 50 миллиграмм, три раза на воду подуешь, прежде чем наш. И позвольте завершить ужасом. Тот, по которому нас будут оценивать. Правильно ли ты поставил диагноз? То есть ты поймал больного с давлением 140 и 90 и поставил диагноз. Не забыл ли ты определить белок в носке? Третье – правильно ли дал комбинированную терапию? И самое главное четвёртое – достиг ли ты за 12 недель контроля давления? Не достиг дефект ведения пациента? Я жду ваши вопросы. Спасибо за ваше долготерпение. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Нет вопросов всех. Да, конечно. Нету микрофона, поэтому скажу. Спасибо. спасибо. В результате всего, что вы сказали, сегодня очень много информации, она в Сен-Украине. У меня такой вопрос. Скажите, в осенье, да, и это же вытяжка, это же концентрация. Вам важно, чтобы было от силисиловой кислоты 75 миллиграмм. Но вы не съедите столько малины, чтобы 75 миллиграмм набрать. мы не можем одинаково оснащить с тем, чем мы на втором и остальные органы, как это. Наверное. Понимаете, проблема в том, где она всасывается. Здесь ПАЖ отличается от ПАЖа в желудке. ПАЖ в желудке, если ПАЖ кислый, то всасываемость от силисиловой кислоты возрастает. Важно, чтобы она не дифундировала на ионы. В любом другом ПАЖ, кроме кислого, она дифундирует на ионы, и, к сожалению, тогда она гидрофильна. Да. Ну, можно, но что будет с зубами? А вот скажите, пожалуйста, тактика какая, если, допустим, нормальное или низкое давление высокий пульс пациента? Смотрите, очень интересный вопрос. Нормальное давление, но тахикардия. Или ника тахикардия. Неважно. Первый вопрос, который вы решаете, почему тахикардия у вашего пациента. Давайте отметим сразу анемию, тиреотоксикоз у вашего пациента и опухоль, которая будет давать интоксикацию, и сон нарушенный. Вы это все отсекли, причина остается неясной, вы будете обследовать вашего пациента. Вопрос только в том, что сделать, чтобы понизить ЧСС у вашего пациента. Можете ли давать бета-блокатор? Да, можете. Но бета-блокатор какой? Не селективный. Помните, что это гипотензивный препарат. Поэтому стартовая доза будет крайне низкая. Селективный? Неселективный? Обзидан, пожалуйста. Обзидан. Про пронолол. Ну, они все короткие, да. Вы там можете дать неселективный, он не будет сбрасывать. Очень маленькую, одну десятую. Начните с этого. ЧСС пойдет вниз, и, кстати, давление начнет повышаться у этого пациента. Но все равно больной остается неясным, почему у него тахикардия. Скорее всего, это какая-то проблема сна или еще что-то. Если вы не нашли органику? Нет. Если это миокардит, то тогда клиника описана неправильно. Если это миокардит, у него на первой позиции выступит клиника недостаточности кровообращения, высокого давления в левом предсердии. Вес и, кстати, ожирение. То же самое будет давать. А вот препараты, снижающие существо, у нас два всего препарата толковых. Это бета-блокаторы и блокатор смешных каналов и вабрадин, а третий – это дегоксин, но его лучше не давать. Если дегоксин еще у него препараты, снижающие пульс, а преподатель по его правилам? Ну, это есть кароксат. Да. Если синусовый ритм, пожалуйста. Нет. Есть показания. Пожалуйста. В основном количество тромбоцитов снижает гепарин и низкомолекулярные гепарины. Там происходит аутоиммунная реакция, которая приводит к снижению. Если у вас падают тромбоциты, то вы должны задуматься о другом вопросе. Что происходит с додимером и что происходит с феврином? Если феврин пошел вниз, падает, началась коагуляция. Где-то началось потребление. Стартовая доза 5 миллиграмм. Максимальная разовая доза 7,5. Максимальная суточная 15 миллиграмм. Спасибо. Спасибо. Вас ждет интересное, насколько я понимаю, питание. Колораж считаете. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok